Мы поставили на запись, а значит мы начинаем. Всем добрый вечер, друзья мои, как ваш настрой? Как настрой, друзья мои? Все у вас хорошо? 152, уже не 149. Нас более 150 подключений, это значит около 200 человек сегодня нас слушают. Я, если честно, ждал, что будет большое количество людей, но не столько. Я насчитал сейчас, друзья мои, внимание, 9 разных стран, включая Российскую Федерацию. 9 разных стран, жесть вообще, меня прям распирает, это классно. Ну и за то, что вы сегодня сюда пришли, естественно, за то, что вы выразили, ну скажем так, свое доверие, что ли, да, то есть я сейчас буду делиться с вами информацией, которая была наработана за несколько лет очень активного построения бизнеса в сетевом маркетинге. И, друзья мои, знаете, что мне важно понимать? Смотрите, во-первых, у меня здесь стоит iPad, да, то есть куча конспектов, для того, чтобы передать весь тот смак информации, которую я для вас подготовил. Это первое, да, момент. Второй момент, ребят, мы с вами будем работать. Работать. То есть, если я вас попрошу отписаться что-то в чат, вы, пожалуйста, держите пальчики на клавиатуре, да, то есть мы будем работать. Второй момент, ребят, возьмите обязательно ручку и листочек, или тетрадку, да, потому что вас будут посещать инсайты, вас будут посещать какие-то вопросы, да, то есть их нужно фиксировать, их не нужно писать в чат, и их нужно, я не буду блокировать пока чат, единственное, я прошу туда не флудить, да, то есть не отвлекать. Если, конечно, флудить начнете, туда писать всякую ересь, то, естественно, мы его заблокируем, но я чисто в таком доверии к вам, да, то есть так же, как и вы ко мне, я надеюсь, раз пришли на этот вебинар. Поэтому, ребят, я не буду блокировать чат, и мы с вами будем работать. Я не знаю, сколько займет времени наш с вами рабочий, рабочая встреча, да, то есть я сейчас отключу телефон, вообще уберу его, поставлю его на режим сна, чтобы меня вообще ничего не отвлекало, потому что этот вебинар готовился почти неделю, то есть я неделю над ним работал, и, если честно, я, конечно, знал, что будет достаточно много людей, ну, блин, чтобы более 200 уже, да, то есть 160 подключений, я точно знаю, что есть за компьютером 4 человека, я точно знаю, что за компьютером есть 2 человека, то есть, ну и так далее, то есть нас сейчас более 200 человек, и, естественно, я сейчас буду работать и вкладываться по максимуму, соответственно, вам нужно, мне не мешать, записывать вопросы, в конце нашего вебинара мы по вопросам поработаем. Кстати, по части временного регламента он по времени не ограничен, естественно, я не буду здесь заседать там 2-3 часа, да, то есть мы быстро все пройдем, быстро и качественно, но я здесь для одной цели, друзья мои, для того, чтобы вы вышли с этого вебинара, с нашего обучающего курса более технически грамотными, более оснащенными, более технически, более мотивированы и, знаете, с такими с горящими глазами, чтобы вы вышли в плане бизнеса с этого вебинара лучше, чем зашли на него. Поэтому моя цель вот такая, да, пробомбить. Ребят, давайте ради интереса вот что сделаем, то есть сейчас мы будем с вами работать. А, кстати, сегодня суббота, вечер, и вы здесь, более 200 человек, друзья мои. Это вам вообще, это просто респектос. Обычно в это время уже там мальчики, девочки там все дела килдырят, да, вот, и, ну, проводят весело, скажем так, время. Вы же здесь на рабочей встрече, и мне это очень лестно. То есть для меня это говорит о том, что вы пришли в этот бизнес развиваться и постоянно жажете знаний. Естественно, я вам сейчас передам, да, всю эту информацию. И поэтому вы большие молодцы. У меня было время, как я уже говорил, подготовиться как следует, потому что, ну, я недавно был на отдыхе, там, где солнечно-тепло, и, ну, нету бизнеса, скажем так, так как практически не было интернета, да. И я готовился прям очень хорошо, мощно, поэтому этот вебинар еще заряжен хорошей, позитивной, солнечно-морской, соленой энергией, такой прям приятной. Поэтому я сейчас с удовольствием с вами этим всем поделюсь, да. И, так, что еще это сказал? Это сказал, в принципе, да, то есть это будет у нас такая вступительная часть. Теперь поехали, смотрите. Значит, вот четыре постулата, которые вам нужно выполнить, да. То есть первое, мы будем работать, как я уже говорил, именно прорабатывать темы. Потому что я считаю, что самый-самый большой камень преткновения в сетевом маркетинге, это мы не знаем, где брать, собственно, людей. Мы не знаем, как наш бизнес наводнить кандидатами. Друзья мои, я уверен, что вы согласны с тем моментом, что если бы кандидаты просто, их было масса, и мы знали, где их брать, на самом деле их масса, то других бы проблем не было вообще. Как кому продать, кого подписать, там, что зарегистрировать, да, то есть как создать объем продаж, как выполнить квалификацию, все это завязано на одном моменте. Это поиск кандидатов в наш бизнес, и все. И, друзья мои, перед тем, как мы начнем, я сейчас разблокирую чат, напишите, пожалуйста, название в компании, с которой вы сотрудничаете, потому что этот вебинар, я напоминаю, он общий сетевой, то есть он не привязан ни к моей компании, ни к компании господина модератора. Так, сетинбокс, коллеги, да, то есть, скорее всего, больше будет Сиба, потому что я кидал ссылки только по сетинбоксу. Ага, так, сетинбокс, едоша, блин, быстро мелькает. Так, Алматы, Амвэй, Ага, Теликсфри, Айвави, Агрин Глобал Нетворк, не знаю, какую компанию впервые слышу, интересно будет разобраться. Бизмани, бизнесмани, Астротим, НЛ, FFI, Теликсфри, супер, вообще. Особенно компания FFI, TalkFusion, Окей, Ага, OrganoGold, Ну, Ирина, вы в какой-то же компании состоите, то есть, ага, Business Network, не знаю, что за компания, надо узнать у Рустама, Ага, Эврика, Адуванчик душистый, Астротим, Адуванчик душистый, блин. Ты что, свою компанию там уже открыл за вечер, что ли? Арифлейм, Favourite Fly, Favourite Fly, да, Business Network, Ага, TalkFusion, Urgent Global Network, не знаю, Гербалайф, я тоже там, кстати, да, участвую в Гербалайфе, но я там клиент, потребитель. Слушайте, ну я насчитал нормально компаний. Мосстрой, супер, Юмор тоже приветствуется, Сбербанк, Cloud News, я говорил, ага, Свисхели, Global Public Cash, Эйван, Убриру, Лукойл. Ребят, ну давайте не прикалываться. О, Едоша, окей, то есть нас, ну то есть коллеги собрались с разных сетевых компаний, я приветствую вас на этом вебинаре, и будьте, пожалуйста, спокойны, здесь никто никого, ни в какие компании звать не будет, мы все представители разных компаний, я здесь для одной цели, чтобы прокачать именно вас с точки зрения профессионализма, так как мы с командой Мир Спартанцев, я являюсь одним из ее основателей, вместе с господином модератором Артемом Юрзиным, убеждены в том, что если мы будем, вернее даже не если, а когда мы будем работать именно над качеством сетевого маркетинга в целом, да, чтобы люди были профессиональны, чтобы они зарабатывали деньги, да, то есть чтобы они, ну то есть скажем так, были причесанными в этом бизнесе, то весь бизнес, в том числе и наши команды, и наши сети, и наши компании с вами, которые мы с вами очень любим, они будут процветать, потому что мы в свою очередь уверены, что сетевой маркетинг это единственный вид бизнеса, который способен изменить жизнь каждого человека, почему единственный, потому что туда есть, ну скажем так, порог входа, который при желании можно найти, да, то есть, ну денежные средства, да, то есть тем более такие компании, которые работают на рынке масс-маркета, типа Avon, Ariflame, там, Herbalife, спасибо, что написали, окей, то есть это я вам для представления, чтобы вы понимали, что здесь присутствуют представители разных сетевых компаний, я прошу вас об уважении, ни чья компания здесь не лучше, ни чья компания здесь не хуже, мы все делаем одно общее дело, мы людям помогаем открыть дверцу в другой, более красивый, более такой насыщенный, более яркий мир, это важно, друзья мои, поэтому первое, мы будем работать, второе, фиксируйте себе мысли, прям важно, фиксируйте мысли, второе, а третье, этот вебинар, внимание, внимание, друзья мои, этот вебинар будет доступен в записи, с прикрепленным текстовым файлом, текстовый файл, это скрипты работы по тем рынкам, которые я вам представлю, то есть вообще вебинар называется, как создать базу более 5000 человек, новых контактов за 3 месяца, или что делать, когда у вас закончился список, и ребят, еще один момент, очень важный, смотрите, мы сейчас уже приступаем к работе, пожалуйста, прошу мне доверять, смотрите, я сейчас скидываю в чат ссылку, дружище Артем Юрзин, отпиши, пожалуйста, как ее будет видно, мне нужно, чтобы ее было видно, это моя ссылка на, то есть на ВКонтакте, то есть на мой профиль ВКонтакте, и вам сейчас нужно по ней зайти и добавить меня в друзья, прямо сейчас, это очень важно, я потом объясню зачем, поэтому давайте с этим, то есть вам нужно сейчас взять ручку, листочек, тетрадку, и добавить меня в друзья, прямо сейчас, у кого еще нету, то есть у кого я еще, нету в друзьях меня, обязательно, потому что этот вебинар, он будет, ну как бы, это стартовая часть, мы будем продолжать с вами работать, мы будем продолжать с вами трудиться над этой темой, потому что она не в, ну скажем так, не влезет в один вебинар, давайте будем работать, раз уж вы сюда пришли, раз уж вы инвестировали сюда свое время, значит наша задача здесь работать, естественно, я всех ребят, сейчас я не буду на это отвлекаться, слушаю, пошел куча добавлений, сейчас минуту, ссылка, вот она, вот ссылка, нет, сейчас, вы выключили ссылки, сейчас минутку, ребят, минутку, минутку, вы включили ссылку, вот сейчас, пожалуйста, ничего не пишите, вот, вот ссылка, дружище, ее как видно, нормально, а хотя ты модератор, тебе по-любому видно, ребят, в чате ее видно, напишите, пожалуйста, да, видно, окей, все, супер, ну сейчас, сейчас много-много пойдет сообщений, сейчас я еще раз скину ссылку, чтобы вы зашли ко мне на страницу, это важно, да, то есть, чтобы вы добавили меня в друзья, потому что мы будем работать еще после этого вебинара, прям с каждым, я постараюсь, по крайней мере, да, то есть, не обещаю внимания каждому, но моя задача прокачать вас, в таком хорошем темпе, потому что, знаете, ну, я, наверное, чуть позже расскажу свою историю в сетевом маркетинге, она далеко не радостная и красивая, как рассказывают, и меня представляют на сцене, все было не так радужно и насыщенно, впервые три года, потому что я не знал, где брать людей, я не знал, что делать, и, собственно, не знаю, как я там в хорошем смысле выжил, так, друзья мои, поехали, добавляем, это очень важно, добавляйте в друзья, давайте поработаем, давайте поработаем, окей, я вижу добавление, надеюсь, вы все это уже сделали, очень на это надеюсь, потому что мы идем дальше, время не терпит, и, ребят, смотрите, после вебинара себе, что нужно сделать, внимание, вот здесь, внимание, друзья мои, вам нужно сделать репост, я вебинар выложу себе на страницу, он будет там висеть, минимум одну ночь, и завтра полдня, минимум, прям на первой, прям на моей стене, да, а стена открыта, вам нужно сделать там, первое, развернутый комментарий по делу, да, то есть это, я сейчас объясню, зачем это все нужно, мне нужна, во-первых, обратная связь, а во-вторых, мы запускаем две мощных энергии, которые позволят вам в этом бизнесе очень сильно стартануть, это исходящий поток и энергия благодарности, мы об этом тоже поговорим, потому что наш вебинар будет как технический, так и ментальный, то есть симбиоз, я покажу, как это лично на моем примере сработало, как мальчик в 22 года, без списка имен, за семь с половиной тысяч километров, который жил, приехал в незнакомый город, на сегодняшний день, то есть есть, ну как бы нормально уже, да, все, то есть, то есть есть там ментальная составляющая, есть техническая составляющая, поэтому, ребят, если вы даже не понимаете, что вы делаете, нафиг там добавлять, что тут делать, зачем делать репост на свою страницу, зачем делать там лайк, то есть, зачем писать развернутые комментарии, друзья мои, просто сделайте это, и у вас будет результат, все, я просто, я, ну как бы, со временем картинка вся сложится, поэтому, ребят, запишите себе, как только вебинар будет, вебинар будет каким образом, То есть там будет вебинар записанный, то есть на YouTube выложенный. Второе, там будет текстовый файл и будут открыты комментарии. Вы можете сделать репост и написать именно развернутый конструктивный комментарий. Значит я на этом вебинаре получил вот это, вот это, вот так у меня сработало. Вот это я не понял, например. Вот это не понравилось, это понравилось. Напишите по-честному, только с уважением. То есть конструктивная обратная связь. Не негативная, не позитивная, а конструктивная. Вот это так, это бы я вот так сделал. То есть, ну, просто поделитесь, да, это очень важно. Вот, и мы с помощью этого запускаем две очень таких, два мощных потока. Это энергия благодарности и очень мощный исходящий поток. Мы про теорию исходящего потока еще поговорим. Ребят, поставьте, пожалуйста, я сделаю, напишите, я сделаю в чате, кто это реально сделает. Напишите, пожалуйста, мне это важно. Мне важно, чтобы вы работали. Мы с вами работали, не вы, а мы с вами. Все, благодарю, отлично. То есть, я увидел отдачу, окей, все, это нужно будет сделать. Всех, я посмотрел, у меня уже порядка 70 добавлений в друзья, 74. Вот, я, ребят, всех добавлю после вебинара, потому что сейчас отвлекаться не буду, мне есть чем с вами поделиться. Это нужно сделать на моей страничке, да, то есть, на моей страничке буквально там в течение двух часов после нашего вебинара будет запись, даже в течение часа. Ну, я тоже офицер в запасе, да, то есть, лейтенант, 6 лет посвятил военной службе, Денис, поэтому мы с вами коллеги в этом плане. Итак, поехали дальше. Значит, смотрите, что вы получите, ну, скажем так, у нас идет разогрев еще, что вы получите, используя данную технологию? Смотрите, когда я вместе с моим партнером Артем Юрзин, да, то есть, он сегодня присутствует в нашем чате, нет, репост, ребят, еще раз, внимание, репост нужно будет сделать вот этого вебинара. То есть, вы получите его в записи, мало того, вы еще получите скрипты работы, скрипты продаж и скрипты приглашений. Прям файлом текстовым, который будет прикреплен к вебинару. Это нужно сделать после нашего вебинара, как он появится у меня на стене, просто следите. Вот, заходите ко мне на стену почаще, потому что мы после этого вебинара, вы поработаете над тем, что я скажу, у вас будут вопросы, вы мне их напишите. Мы соберем повторно людей, если будет такая необходимость, которая сегодня присутствует в чате, и уже поработаем по закрытой связи. Окей, чат блокирую. Мы уже поработаем там по закрытой, по обратной связи, да, по закрытой, по обратной связи в плане того, что получилось, что не получилось. То есть, я дам свои фидбэки, да, то есть, на ваши отзывы. И, то есть, наша задача будет прокачаться. Я не знаю, сколько это будет длиться, неделю, месяц, год, мне все равно, мне важно, ваш результат. Я надеюсь, мы с вами договорились. Смотрите, что получилось, когда мы использовали с Артемом эту технологию. Первое, за два месяца мы получили, я говорил этот вебинар, за три месяца, да, то есть, мы получили не список контактов, а именно сеть уже, более 1200 человек за два месяца. Причем, самая интересная, самая интересная фишка, что 90% людей это были новые люди. Второе, 40 лично приглашенных. Если вот, Артем, я не прав, ты, пожалуйста, поправь, потому что, я не знаю, может быть, ты там еще кого-то подписывал, я не знаю, но больше 40 это точно. И плюс более 40 отданы на глубину, то есть, ребятам, рабочей группе, чтобы они работали, потому что, ну, тупо нас уже разрывает. Даже на двоих 40 лично приглашенных это дофига. Фишка, технология была задействована не более чем на 90%, потому что крайние две недели, первую неделю из них я не приглашал людей, я работал с рабочей группой, а вторую неделю я отдыхал, и там не было интернета. И, тем не менее, от 30 до 50 подключений в день мы имели. И мы имели с Артемом очень хреновые стартовые позиции. Так получилось, что три подряд компании в течение трех месяцев, в которых мы строили очень активная сеть, они закрылись по определенным причинам. Вот именно поэтому мы там свою компанию выбрали очень так жестко, да, скажем так, на основе осознанности. Вот такие результаты, друзья мои. То есть, благодаря этой технологии вы можете получить в разы больше, в разы больше, потому что мы ленивые с Артемом люди, мы использовали всего лишь ли он процентов на 20. И то, наверное, не осознавая, я сейчас в тем наш опыт собрал, да, что мы делали, вот когда я отдыхал, я прям вспоминал чуть ли там не каждый день, да, то есть, что мы делали, что у нас получалось, что нет, там, какая обратная связь и так далее, да. То есть, поэтому, ну, тут была проделана большая работа. Вот. Вот такая технология. Ребят, еще одно, ну, еще один момент, да. Смотрите, данная технология работает только в случае использования всех тех моментов, их будет, по-моему, то ли 6, то ли 7 фишек, да, во взаимодействии. То есть, если вы возьмете, к примеру, ингредиент какой-то уберете, то эта технология не будет работать в полную силу. Это не я так сказал, это просто на моем опыте так произошло. И завтра вы получите учебное видео и текстовое пособие, да, о котором я говорил, обязательно добавляйтесь в друзья. То есть, это вот такая прелюдия, скажем так, да, то есть, чтобы вы понимали, как будет проходить наша работа. Смотрите, и теперь у нас будет вводная часть, основная часть и заключительная часть нашего с вами воркшопа, да, чтобы мы с вами хорошо поработали. В вводной части мы поработаем над тем, что вам поможет создать мощный исходящий поток. Я поговорю, что это такое. А в основной части мы уже поговорим о том, где брать людей и как с ними работать, плюс вы получите текстовый файл. В заключительной части мы уже поработаем вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Если вы меня хорошо поняли и уже в нетерпении, и мы с вами договорились, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, я его разблокировал. А я пока попью. Обожаю, когда так чат пестрит. Нас уже более 220 человек на вебинаре, ребят. Супер. И вот я насчитал 9 стран. Запись уже идет, друзья мои, запись уже идет. Окей, все, чат блокирую, чтобы мы с вами не отвлекались. Погнали. Вводная часть. Теперь смотрите, перед тем, как начать, нам нужно прокачать 4 основных вещи. Вы себе фиксируйте, по вопросам мы поработаем в заключительной части, друзья мои. Первое. Теория исходящего потока. Вот теория исходящего потока основывается, вообще очень вам рекомендую. Друзья мои, запишите себе. Обязательно прослушать, ну то есть как бы не тренинг, да, наверное, аудиокнигу Вадима Зеланда, которая называется «Транссерфинг реальности». Очень рекомендую послушать вам «Транссерфинг реальности». Там четко вообще, как достигать своих целей и что такое исходящий поток, вы там четко поймете, да. Что такое исходящий поток, чтобы мы с вами не отвлекались, да, чтобы вы сейчас не побежали скачивать эту книгу, которая доступна, кстати, у Артема Юрзина на страничке. Очень рекомендую через меня зайти на него, либо напрямую на него и тоже добавиться к нему в друзья, потому что этот человек является моим куратором, другом и наставником, да. То есть мы пропагандируем политику, которую я озвучил ранее, да, в плане общей сетевой движухи, да. И мы пропагандируем это вместе в унисон. Поэтому, ребят, очень рекомендую тоже на Артема Юрзина обратить внимание, потому что это в сетевом маркетинге вообще личность просто нестандартная, то есть особенно его видео-дневники, это жесть вообще. Просто посмейтесь, посмотрите, с каким уровнем делает он бизнес, просто с каким уровнем. Я поражаюсь, насколько нестандартно он делает этот бизнес, насколько уникально. Поэтому, ребят, Артем Юрзин, он в чате, в графе ведущий вебинара, также он записан в ВКонтакте, обязательно к нему тоже добавляйтесь, это очень важно. И, кстати, от него я получил именно по части исходящего потока четкие конкретные указания, это было просто супер. Мы меньше года с ним сотрудничаем, и за это время, ну, скажем так, все хорошо, да, озвучивать не буду, все равно не поверите, но, тем не менее, все клево. А, теория исходящего потока, на чем оно основано? Грубо говоря, что я отдаю, то я и получаю, да? То есть, если я хотел бы большой поток кандидатов в свой бизнес входящий, то первое, что мне нужно сделать, это большой исходящий. Исходящий поток, что это такое? Это звонки, приглашения и встречи. И чем больше их будет, обратите внимание, я не сказал, с кем встречи. Просто звонки, просто приглашения и просто встречи. И чем больше я делаю осознанно исходящего потока, чем больше ко мне придет входящий. К примеру, и причем входящий поток может прийти вообще непонятно откуда. Пример, смотрите, следующий. Я, например, работаю грузчиком. И я хотел бы себе, например, купить автомобиль, например. И я, короче, думаю, ну, блин, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Надо, короче, больше работать. Начал больше работать. Начал много работать. Начали платить чуть больше, но автомобиля не хватает. Но я все равно знаю, что раз я делаю исходящий, рано или поздно ко мне придет входящий. Я не верю, я не уверен. Я просто знаю это и все, это будет 100%. Я раз я этого хочу, машину, то она будет. И я делаю просто большой исходящий. Однажды я просыпаюсь утром, иду на работу, весь такой уже уставший с утра. И бац, вижу кошелек. Открывая там 50 тысяч евро. Мне пришел входящий поток. Я нашел эти деньги. И, конечно, я утреирую. Но я делаю исходящий в одном направлении. С одной целью. Да, там, к примеру, 50 тысяч евро, например, стоит мой автомобиль. Например. Но входящий мне пришел с другого направления. И, к примеру, я работаю по своему списку имен. Работаю, работаю, работаю. Мне отказы, да что ты там, сетевой маркетинг, да фигня. Бац, стучится в личку конча и говорит, Слушай, я смотрю, ты занимаешься, например, компанией Арифлейм. Он говорит, да, классно, я тоже всю жизнь мечтал, я готов, короче. Вы его подписываете, и он выстраивает вам 10 тысяч организацию. Хотя вы исходящий делали в другую сторону вообще. А входящий пришел с другой стороны. Поэтому, ребят, теория исходящего потока очень важна. Нужно сначала проделать большие действия. И входящие возможности, они будут 100%. Здесь не нужно верить в это. Не нужно этому доверять. Это нужно просто знать. И все, это есть. 100%. Однозначно, если я что-то захотел, это в моей жизни будет. Однозначно. И для того, чтобы закрепить и грамотно работать в этом бизнесе, по теории исходящего потока, она проверена в практике. Не поверите, как это работает на самом деле. Поэтому я не говорю подробности, потому что не поверите. Это считается, знаете, unreal вообще. То есть это вообще нереально. Как так происходит, вообще нереально. На самом деле, более чем все реально, и тем не менее, это важно знать. Второй момент, друзья мои. Если вы хотите зарабатывать много денег, действительно много денег, то вам нужно знать, что такое энергия денег. И знать, как ей распоряжаться. Потому что на деньги строятся больницы и храмы. На деньги поступают медикаменты. На деньги кормят голодных. На деньги помогают старым, престарелым людям. Но на те же самые деньги можно купить, там, не знаю, бомбу и взорвать все нахрен. Понимаете, нужно грамотно владеть энергией денег. Поэтому, ребят, с точки зрения финансовой компетентности, это называется финансовая грамотность, но я не очень люблю это слово, грамотность. Потому что грамотность развить до конца невозможно. Это постоянно всю жизнь обучение. Потому что сейчас информационный век, и дофига всего приходит информация, входящая каждый день. Поэтому финансовая компетентность очень важна. Первая, да, финансовая компетентность, фишки. Вам для того, чтобы зарабатывать много денег, вам нужно начать ввести расходы, ввести свой бюджет, и планировать расходы и доходы. Это важно. Следующий момент. Если вы хотите денег, то будьте готовы их принимать. К примеру, человек говорит, я хочу денег. Идет по улице, видит, лежит один рубль. Грязи. Один рубль, просто копеечкой. Или там, не знаю, один цен, да, то есть, ну, ваша валюта, вашей страны. И вы понимаете, да нафиг они нужны. То есть, я не буду их подбирать. Ребят, вы хотите денег, вам вселенная говорит, ну, окей, раз ты хочешь денег, для того, чтобы ты заработал столько-то денег, нужно время. Но это время я тебе буду подкармливать. На, потихонечку, на, давай начнем с малого. На тебе рубль. На тебе 10. На тебе хорошего кандидата в бизнесе. Потихонечку, потихонечку. На, на, на. Но, когда ты не взял этот рубль, не поднял, не очистил его и сказал, привет, дружище, и положил его в кошелек, пока ты этого не сделал, ты не получишь больших денег. И вот эти вот фишечки, да, то есть, сейчас, конечно, не вебинар по части денег, да, то есть, мы, когда с Артемом проходили мастерскую финансовой грамотности, мы потратили на это, ну, очень много времени, там, целый день, короче, работы. Просто целый день, это было зимой, в начале этого года. Но, ребят, поверьте, работает, сейчас у Артема Юрзина даже дочка маленькая, которая меньше трех лет, она ходит, о, папа, денежка, там, зашла, там, не собирала, отнесет, в кулачке, там, папе отдает. Все, ребенок уже там прокачан, вообще, представляете, что он в 5-7 лет будет делать, это же скач просто. Вот, это второй момент, будьте, по части денег, их нужно уважать, их не нужно боготворить, их нужно использовать как инструмент. Важно, когда вы получаете деньги, хоть копейку, недавно я нашел одну копейку, прям одну копеечную, вообще, эту штуку. У меня в машине есть такие штуки, куда люди там ставят воду, там, сигареты кладут, я туда складываю деньги. У меня уже там, ну, она вот такая примерно, и где-то вот так уже прям денег, и там 10-рублевые есть, то есть, разный, разный, то есть, я их нахожу и собираю, собираю. Я даже прихожу в офис, вижу на столе, там, кто-нибудь 2 рубля сдачу оставил, там, да, то есть, пошел в сокосе, купил, сдачу оставил, я забираю, все равно, сделал, все, деньги нашел, то есть, таким образом я прокачиваю энергию и денег. Начинается все с малого. Третий момент, что важно знать, бизнес задыхается без цели. Любой бизнес, который вы делаете, он подвержен организованному планированию. Важно ставить цели. Друзья мои, если в ваших компаниях есть квалификации, то вам нужно замахиваться на серьезные статусы и ранги изначально. Вы не знаете, как это реализуете, но вы создаете исходящий поток. Обязательно придет входящий. Поэтому цель должна быть. Как вам цель 1 миллион долларов заработать, например, за год? Как вам такая цель? Зажигает? Интересно? Чат открыт. Я тоже за. То есть, понимаете, да, такая цель должна быть, ну, то есть, прям, я вам просто такие фишечки, эти моментики даю. По части, ну, то есть, должна быть цель. У меня вот, например, есть цель, я четко прописал ее, да, то есть, я точно знаю, за какое время она реализуется. Я точно знаю, куда я эти деньги инвестирую. То есть, я, а, вот по части денег, забудьте слово тратить. Вы деньги, то есть, нельзя в жизни тратить две вещи, деньги и время. Эти две вещи только инвестируются. То есть, они не тратятся, они инвестируются. Каждый раз, когда вы вынимаете денежку из кармана, либо свою пластиковую карту, спрашиваете, куда я сейчас инвестирую деньги? Куда я сейчас инвестирую свои деньги? Я иду в ларек, покупаю себе сигареты. Вопрос, куда я сейчас инвестирую свои деньги и к чему приведет меня это инвестирование? Нет, точно не про меня, я не туда инвестирую. Я иду, например, в магазин книжный, покупая книгу по бизнесу. Куда я инвестирую свои деньги? В мозг. Это единственная инвестиция, которая сто процентов окупается. Мозг и имидж. Мозг и имидж. Это инвестиции, которые окупаются сто процентов вообще, гарантия, сто процентов, рано или поздно. То есть, там прогореть невозможно. Это только окупаемость. Вот, поэтому, ребят, вот такие вещи, да, тоже, это прям важно четко, четко, четко себе осознавать и понимать. Значит, поехали дальше. И четвертый момент должна быть осанка. То есть, вот эти пункты, они важны в создании исходящего потока. Эти пункты очень важны в плане того, чтобы, ну, то есть, тема вебинара работала на вас, скажем так, да. И четвертый момент, вернее, это осанка на миллион долларов. То есть, вы должны выглядеть хорошо. Вы должны быть пострижены. Может быть, кто-то скажет, это банально. Но, ребят, это играет огромную роль. Даже когда вы не видите человека. Попробуйте просто вообще эксперимент. Попробуйте, значит, раздевайтесь до трусов или трусиков, девочки уважаемые, да. Садитесь на диванчик, укрывайтесь, значит, одеялком и делайте деловые звонки, смотрите статистику и выхлоп. Другой вариант. Прямо дома одевайте туфли. Одевайте строгое деловое платье, либо костюм мужчины. Да, ну, кто-то может платье, костюм одевать, не знаю. Галстучек, например, да. Носочки. Все, вы побриты, вы чисты, да. То есть, у вас все отглажено. И делайте те же самые звонки, столько же смотрите статистику. Вы очень сильно удивитесь, очень сильно удивитесь, когда вы выглядите по деловому, когда вы чувствуете себя вот это, ну, хорошо, прям на миллион долларов, да, как здесь написано. То выхлоп идет другой, за одну и ту же самую работу. Поэтому вот эти, ребят, четыре вещи, это у нас вступление, друзья мои. Я сейчас на минутку прекращу говорить. Напишите мне, пожалуйста, обратную связь. Насколько, ну, насколько вы уловили саму идею, друзья мои. Идея сама ясна? На самом деле, эту идею очень немногие понимают. Потому что, ну, зачем это делать? Типа, лучше сразу там, давай сразу к делу. То есть, я удивлен, что в чате мне не пишут. Давай сразу к делу. Че ты там начинаешь там разглагольствовать? Отлично, все, спасибо, ребятки. Я блокирую чат, уважаемые коллеги. Я блокирую чат. Ну, не самоуверенность, а уверенность в себе. За самоуверенность вам будет перелетать очень сильно. Ну, то есть, это уже, ну, такая немножко негативная энергия. Уверенность в себе. Ну, клево, да, то есть, подключений у нас много, супер. Плюс будет запись, нормально. Я ожидал где-то 100-120, но сейчас где-то 250 человек нас слушает. Супер, я рад, на самом деле. Ну, супер, вы красавцы. И даже те люди, кто опоздал, ребят, не переживайте. В конце нашего вебинара я еще раз скину ссылку на свою страничку, где вы через буквально через, ну, может быть, 30-40 минут вы найдете этот вебинар в записи с прикрепенным файлом, то есть, с инструкцией руководству. И вам нужно просто будет написать отзыв и сделать репост на свою страничку. То есть, используя вот эти энергии благодарности и исходящего потока, для того, чтобы уже вы поняли. Потому что, возможно, этот вебинар кому-нибудь, вы просто скиньте, скажете, слушай, дружище, давай ко мне в компанию. Он скажет, не, моя компания там, Табуретка Интернешнл, самая компанистая компания в мире, и маркетинг, в ней самый маркетинговый. И лидеры самые лидеровые вообще, и президенты самые президентовые там вообще. То есть, я не пойду. Окей, слушай, ну, давай, я тебе просто дам вебинарчик, послушай, вообще тема клевая. Он слушает этот вебинар в записи, его втыкает, он говорит, слушай, а давай, что у тебя там за компания? То есть, что там, блин, ты мне такой, как бы, полезняк сделал, я к тебе уже, скажем так, проникся, да? То есть, ну, давай, что у тебя там за предложение? И это, кстати, вообще тоже важный момент. Поэтому, ребят, в конце не переживайте, да? То есть, мы делаем запись, все хорошо. То есть, у вас будет возможность воспользоваться этот вебинар. Кстати, да, то есть, когда вебинар получите в записи, друзья мои, пересмотрите, пожалуйста, его еще раз, инвестируйте в несколько часов времени, когда он будет длиться, да? Очень важно. И, как бы, на второй момент, на второй слой информация усваивается уже немножко по-другому. Итак, друзья мои, мы приступаем к основной части. Как создать базу за три месяца более чем пять тысяч человек? Скажите мне, пожалуйста, друзья мои, вот честно, даже если вы считаете, что вопрос банальный, тема актуальная, как вы думаете, вообще нас на пространстве сетевого маркетинга? Я считаю, что просто это самая актуальнейшая тема. Так, ребят, а теперь очень-очень-очень важный нюанс, который не написан на слайде. Так, блокирую чат. Ребят, важный нюанс, который не написан на слайде. Друзья мои, когда вы научитесь решать данную проблему, то есть, когда вы научитесь, это нужно сделать один раз, всего лишь один раз, когда вы научитесь решать данную проблему, то есть, у вас не будет проблемы с вовлечением кандидатов в свой бизнес, к вам люди будут просто идти толпами. Они вам будут давать денег чуть ли не насильно за то, чтобы вы поделились этими знаниями и практическим опытом. И вы уже превращаетесь из сетевика в коуча и тренера. У вас, представьте себе на минуточку, у вас есть на счету один миллион долларов, он вам приносит 40-50 тысяч долларов в месяц пассивного дохода. Второй момент, 40-50 тысяч долларов в месяц вы зарабатываете в своей компании. И третий момент, 10-15 тысяч долларов в месяц вы зарабатываете только за то, что тренируете людей, например, по этой теме. И люди готовы вам платить, потому что он инвестировал, например, в ваше обучение, тысячу долларов, а заработал с помощью него 5. Позиция, выиграть, выиграть. Как вам идейка? Стоит ли пободаться хотя бы за такую идею? Как вы думаете? Стоит ли изучить эту тему и стоит ли инвестировать в это дело время? Я считаю, да. Засада в том, что она вам достается абсолютно за так, за бесплатно. Это засада на самом деле. Но платные я пока не готов вести вебинары, да, то есть может быть со временем и посмотрим, да, то есть пока еще не готов. Но платные точно будут. Окей, то есть вот это актуальность данной темы, чтобы вы понимали. Причем такую проблему испытывают все сетевики, то есть все, кто задействован в этом, ну, как бы сетевики, да, то есть дистрибьюторы сетевого маркетинга. Все, кто задействованы в компаниях разных, да, то есть у вас мы видели там пестрит чат разными названиями компании, в основном наши ребята, ну, блин, здесь много. Смотрите, ребят, теперь у меня вопрос следующий. У кого из вас уже закончился список, или он находится, скажем так, в предсмертном состоянии? То есть все, из списка выжать нечего. Красавцы. Ой, как я вас понимаю, вы, ребята, как я вас понимаю. Это жесть. Так что готовьтесь. У Сани пишет, кончится. Ну, окей, я понял, то есть вопрос актуальный. Смотрите, ребят, особенно сейчас будет актуальная информация для тех людей, кто, у кого действительно, кто считает, что у него закончится список. Ну, во-первых, это не так, это важно понимать. И теперь, смотрите, мы настраиваемся на рабочий лад. Наша задача сейчас, ну, ваша задача, да, уважаемые друзья, отбросить все свои предрассудки, вообще все, обнулиться полностью, потому что мы, первое, с чего мы с вами начнем создавать большой-большой исходящий поток. Это очень важно. Это ваш, тадам, список имен. Я не буду открывать чат, потому что, блин, сейчас мне, наверное, закидает. А, список имен, мы ждали что-то большего. Ну, ребят, я сейчас, ну, постараюсь как-то аргументировать, на самом деле, ну, ну ладно, в общем, да. Смотрите, список имен, друзья мои, важный пипец, какой момент. Смотрите, именно с него, внимание, даже если вы считаете, что он у вас, его уже нету, все, вы его расстреляли, сто каждому, каждому сто раз вы уже предлагали, хотя я уверен, что это не так. Но список имен нужно прямо сейчас с него начать. Я дальше, дальше вам раскроется картинка целиком. Сейчас я вам показываю маленькую-маленькую часть этой картинки. Но список имен только заново, осознанно и профессионально. Я сейчас покажу, как это делается на примере... Блин, у меня все списки в офис. Ладно. У меня их, ну, как бы, несколько, больших тетрадок, толстых. Ага, поехали. Значит, список имен. Зачем он нужен? Внимание, друзья мои, зачем он нужен? Первое, это обратите внимание на первый пункт. Это не обзвоны, приглашения. Ни в коем случае. Первое, это анализ ваших стартовых позиций. Пишите себе, уважаемые. Анализ ваших стартовых позиций. Анализ окружения. Нам нужно понимать, с чего мы с вами начинаем. Причем начинаем, я сейчас говорю ко всем. Если вы считаете, что вы еще не... Как бы уже давно начали, ни хрена вы еще не начали. Начинать мы будем, вот сейчас мы начинаем ваш бизнес. Фишка сетевого маркетинга в том, что можно начать его с самого, ну, с самого начала, с чистого листа. Каждый день его можно начинать с чистого листа. У вас что-то не получилось, обнулились, сделали выводы, просчеты, зарядили снова целью и в бой. Поэтому, ребят, сейчас мы обнуляемся, и я вам показываю технологию целиком. Договорились, что мы сейчас с вами обнуляемся и делаем то, что я буду говорить. Это важно все сейчас сделать. Со следующим слайдом это будет важно. Обратите внимание, список имен составляется не для того, чтобы его взять и весь обзвонить. Это бред полный. Нам, кандидатов, нужно выбирать. Но список имен прежде всего составляется для того, чтобы его проанализировать, друзья мои. Это первый пункт, для чего нужен список. Второй момент, это, естественно, тренировка. Для того, чтобы подписать таких людей с, скажем так, зубками, да, то есть это интересно, таких, представляете, вам в бизнес приходят готовые кандидаты, приходят сами, у них огромные качественные списки имен, у них куча знакомых сетевиков, у них серьезный авторитет, окружение, они делают бизнес, как Алена Вейн, короче, как орешки. Бац, 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 пришла позавчера, уже сегодня первую квалификацию закрыла, на всю компанию прогремела. Супер. Девочка без опыта. Это вот у меня в команде, да. Просто, да, то есть, ну, представьте, что такие люди к вам приходят. Так вот, для того, чтобы таких людей иметь, нужно тренироваться. Когда готов ученик, приходит, вернее, ну, так, когда готов ученик, приходит и учитель, вот просто перефразируйте, что вы учитель, вернее, вы ученик, и вам нужно подготовиться. Тогда к вам придет серьезный учитель, который придет к вам в бизнес, да, кстати, все правильно, я думаю, запутался, нифига не запутался. Все, он придет к вам в бизнес и покажет, как его сделать, но он будет в вашей сети, в вашей первой линии. Потому что вы натренировались, друзья мои, представьте себе, например, такой момент. Вы хотите заниматься боксом, да, или танцевать для девочек. И у вас есть выбор, вы приходите к человеку, который говорит, ой, я только, короче, вот только вчера начал заниматься боксом, я тебя сейчас буду тренировать. Или я только месяц назад начал заниматься танцами, сейчас я тебя натренирую как-то танцевать аранби. И второй вариант, вы приходите к Косте Дзю, и он вас начинает тренировать по боксу. В каком варианте будет больше результат? Естественно, в варианте во втором. Потому что он профессионал, он тренированный человек. Он точно знает, что надо делать, что не надо. Он знает окольные тропы, он знает, как быстрее достичь результата в том виде деятельности, которым он занимается. Он профессионал. И здесь петрушка та же самая. Поэтому список прежде всего нужен для того, чтобы тренироваться на нем. Третий момент, это исходящий поток. Это постулат исходящего потока в нашем бизнесе. Это список имен. Для того, чтобы его, ну как бы создавать исходящий поток, чтобы за всем зашел входящий, начните со списка. Это проще всего. Это не обязательно вы всех будете приглашать. Не обязательно начните просто по нему работать. И четвертый момент, друзья, вот это пипец очень. Вот в это вы это никогда не найдете, это авторское. Это авторское. Я, честно, нигде не слышал больше подобного утверждения. Оповещение на перспективу. Сейчас мы поговорим, что это такое. Окей, смотрите. Так, предыдущий слайд. Оповещение на перспективу, что это такое. Внимание, в прикрепленном текстовом файле после вебинара, когда вы зайдете на мою страничку и заберете его к себе, на страницу будет именно оповещение на перспективу, прям скрипт. Но идея в чем? Представьте себе момент, я сейчас открываю чат, и мне после этой штуки нужна обратная связь, какой вы инсайт, что вы получили для себя, какое осознание. Поэтому сейчас внимательно слушаем, записываем, потом нужно отписать в чат. Смотрите, оповещение на перспективу. Пример вам из жизни. Когда я начинал более пяти лет назад свой бизнес, у меня были знакомые, они сейчас есть, семейная пара. Это Василий и Татьяна Маховы. Они сейчас, тогда были, это просто мальчик с девочкой встречали, сейчас у них ребенок, сейчас второй скоро будет, то есть у них уже семья. И, естественно, так как это было один из семи человек в моем списке, один из семи. Почему? Потому что я приехал в Новый Город, мой список имен знакомых были за семь с половиной тысяч километров. То есть у меня его тупо не было, этого списка. Но, тем не менее, если бы мне вот эту методику показали, я бы обязательно записал бы всех без анализа, неважно, есть у меня контакты или нет, неважно, буду ее приглашать или нет, я бы начал с этого. Естественно, стартнул бы быстрее. Но, к сожалению, у меня не было учителя, пришлось учиться на своем примере. Но это даже клево для меня было. То есть я прям благодарю каждый день своей жизни, что я не сдавался. Ладно, это лирика все. Смотрите, оповещение на перспективу. Значит, что было? Что было? Смотрите, идея в чем? Пять лет назад я начал предлагать им бизнес с телом маркетинга. Первая моя компания, это была компания FFI. То есть она сейчас существует, все нормально с ней. Это было в 2009 году в январе. То есть там первая команда, кто ее завезли. А сейчас появился еще один лидер, который заново ввел ее в Россию. Но это было в 2009 году в январе. Значит, что я сделал? Говорю, Вася, Таня, слушайте, клевая тема, короче, там добавки в топливо и все дела. То есть я уже не помню, что я говорил. Но фишка в том, что они мне негативили. То есть они такие умные ребята, а были, есть и будут, да? То есть, но тем не менее, они как-то так снисходительно. Ну, Вань, ну что? Да мы ты лейтенантом, все дела, да? То есть, ну зачем тебе это? Какой сетевый маркетинг? Ты что начал увольняться? Знаете, в чем прикол? Ну, прошло 5 лет, и благодаря тому, что я сделал оповещение на перспективу, неосознанно, но я это сделал, сегодня супруга Василия, Татьяна, занимается бизнесом с компанией Едоша. Уже целых 2 недели. И знаете, я думаю, что на следующей неделе мы с ней встретимся, просто попьем чайку, пообщаемся, мне интересна обратная связь, почему она пошла в сетевой маркетинг. И не исключено, что возможно в скором времени, когда она переболеет первой любовью в виде первой сетевой компании, она будет работать со мной. Не исключено. Не факт, но и не исключено. Теперь, что такое исходящий поток и оповещение на перспективу? Значит, смотрите, ребят, когда я оповещаю на перспективу, я делаю следующее. Я звоню, говорю, слушай, бизнес, все дела, встречаюсь с ним, говорю, вот такой маркетинг, вот такой продукт, все клево. Он мне говорит, нет. Через неделю, примерно, я ему звоню, говорю, дружище, значит, смотри, твое решение остается в силе, вот ты мне сказал, что тебе не нужен пока этот бизнес, твое решение остается в силе. Он говорит, ну да, да, я же тебе сказал, это говно, лохотрон, люди, не будьте лохами, там вот как что-то писал какой-то тип. Да, то есть, вот так. Ты говоришь, хорошо, дружище, давай я тебе скажу очень важную вещь, прям так ему, с расстановкой, с акцентом, четко, смотри, я принял решение серьезно заниматься этим бизнесом. И знаешь, пока в моем примере этого не было, потому что я только начал, но у меня есть вышестоящие кураторы, которые сказали такую вещь, не исключено, что ты придешь в этот бизнес. Возможно, через месяц, возможно, через неделю, возможно, через год, возможно, через пять. Ты увидишь результаты, возможно, в твоей жизни что-то изменится. Ты же согласен с тем, что в жизни может что-то измениться, ну, чисто теоретически. Ну да, согласен, конечно, согласен, жизнь постоянно меняется. И у тебя может, у тебя может возникнуть желание ко мне пойти в бизнес. Потому что ты увидишь результаты, да, то есть, и потому что ты, ну, ты увидишь, как я вот с нуля начинаю подниматься в нем. Ты увидишь, что это реально. Возможно, сейчас ты не веришь, и я тебя в этом не осуждаю, и я сам до недавнего времени не верил. Так вот, знай такую вещь. Я тебе всегда рад. Я тебе всегда рад. Я буду очень изредка оповещать тебя о своих результатах. Очень изредка и ненавязчиво. Даже, наверное, просто на стене я буду выкладывать, если что, заходи ко мне в контакт. О бизнесе мы больше с тобой в течение, там, первого промежутка времени говорить не будем. Я тебе не буду доставать, я тебе не буду звонить, я тебе не буду уговаривать. Мне важнее с тобой остаться в нормальных отношениях. Потому что я понимаю, что жизнь меняется, и решения людей меняются. Поэтому давай, дружище, мы договоримся так. Когда ты созреешь, и если ты созреешь, либо тебе будет нужна поддержка, и ты посчитаешь меня компетентным, ты обращаешься ко мне. Договорились? Он говорит, ну, фу, слава богу, не будет мне продавать и приглашать. Конечно, договорились. Таким образом, вы оставляете дверь открытой. И через, например, через год вы приезжаете к нему на день рождения, например, да, на нормальном машине. Вы не говорите о бизнесе, у вас просто наклейка, там, не знаю, там, Ари Флейн на вашей компании, или там Эйвен, или там Гербалаев, да все что угодно. Он говорит, слушай, ну, нормально, это какая-то машина, а что как? Ну, вот в бизнесе заработал, да. Нормально все. Но здесь нужно иметь четкую позицию, да, уверенность. Друзья мои, теперь я открываю чат, скажите мне, пожалуйста, как, ну, то есть, как вы поняли идею по части оповещения на перспективу. Идея понятна? В списке это нужно делать. Супер. Все, благодарю. Ага. Я надеюсь, я донес до вас, давно я ее изучал на той компании, ну, как бы не понимаю. Окей. То есть, оповещение на перспективу нужно делать, потому что, когда вы оставляете такую дверь открытую, к вам отношение какое? А, блин, человек занимается бизнесом, сетевым маркетингом. Да, я считаю, что это как-то неэтично или плохо, но он чувак адекватный. Я ему сказал нет. Он мне сказал, дружище, если тебе изменится, ты можешь ко мне обратиться. Для меня важнее отношение, мы с тобой будем общаться. Мне приятно будет брать трубку от такого человека. Если люди не берут от вас трубку, значит, они не хотят с вами разговаривать. Это важно. Поэтому список имен. И таким образом, это еще фишка, да, то есть, вы делаете тренировку. Тренировку, вы тренируетесь, вы приглашаете, вам говорите нет, а вы потом это нет переводите в да. Но, возможно, попозже. И у вас всегда будет возможность возвратиться к списку. Всегда будет возможность возвратиться к списку своему. И вы не будете страдать от, ну, просто базы контактов. Нет. Это вообще, это просто, ну, как бы, это некомпетентность, да, когда список закончился, все. Друзья мои, на самом деле, когда вот вы понимаете, что список закончился, именно с этого момента у вас начинается бизнес. Все запишите. Закончился бизнес, равно начался бизнес. Ой, закончился список, равно начался бизнес. Потому что там вы уже начинаете кубатурить, что делать дальше. Вот. Это же зачем нужен список, друзья мои. А самый основной момент, что вы тем самым создаете исходящий поток, вы говорите о своем бизнесе, и, возможно, там человек вам говорит нет, но вы оповещаете на перспективу. Раз. Вы тренируетесь, наговариваете свою говорилку. Два. И третий момент, человек оповещенный на перспективу, он реально может прийти в ваш бизнес. Реально так и есть. Он может прийти в ваш бизнес и придет, если вы сделаете грамотно все, многоходолочку такую. Теперь, друзья мои, техническая часть. Как составляется список? Тетрадь должна быть с жесткой обложкой. Желательно А4, сейчас покажу. Вот такая. Жесткая обложка. Жесткая, да? Прям жесткая. Это первый постулат. Тетрадь должна быть на кольцах. На кольцах. Вот. Внимание. На кольцах. Но кольца, знаете, такие вот. Их открываешь, и можно их разъединить. Вынуть листочки и вставить еще. Это важно. И в этой тетрадке пишется 4 графы. 4 графы. Сейчас покажу, как она раздлиновывается. Это пипец принципиально важно. Когда мне один лидер вот так объяснял. Слушай, тебе нужно сделать список имен, надо его сделать вот так. Я, если честно, ну как бы немножко так. Со скептицизмом, да? Думаю, нафиг надо так делать. Я почему именно так, а не иначе? Знаете, ну такие вот вопросы. Раздлиновывается она вот так. Смотрите. Вот это пипец важно. Я сейчас показываю технику. Смотрите. Вот тетрадь. Я сейчас учу вас профессиональному подходу к сетевому маркетингу. Потому что единственное в жизни, чем вы ценны с точки зрения сетевого бизнеса, это база ваших контактов. Большая и качественная. Поэтому, ребят, вот это, это очень важно. Смотрите, вот так она открывается, но работать по ней нужно вот так. Сейчас я открою чат, чтобы вам было видно. Значит, смотрите, раздлиновывается она вот здесь на три. То есть, раз, два, три контакта. Вот здесь мы пишем номер. Номер один, два, три по порядку. Вторая графа вот такая. Это контакты. Это контакты. Блин, надо было слайд сделать. Ну ладно. Контакты. То есть, фамилия, имя, отчество, город, дата рождения. Дата рождения важна. У вас сюда есть повод позвонить. Но я просто пальцами показываю. Смотрите, она раздлиновывается вот так. Раз, два. То есть, две больших полосы. Теперь, вот так она раздлиновывается. Раз, полоска, два и три. У вас таким образом получается четыре графы и три контакта. Контакт номер один пишется вот здесь. Четыре графы. Контакт номер два вот здесь. Контакт номер три вот здесь. Прямо смотрите, что я показываю. Контакт номер один здесь. Контакт номер два здесь. Контакт номер три здесь. Это важно. Ребята, я понимаю, что не видно, должно быть слышно и видно, что я пальцами вожу. Смотрите, вот здесь пишется фамилия, имя, отчество, вот здесь номер контактов, а вот это графа, вернее, контакты, да, то есть это номер телефона и так далее. А вот здесь, вот здесь, в третьей графе оставляется пустой, это результаты контакта. То есть есть графа номер по порядку, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. А есть графа фамилия, имя отчества, дата рождения и город, где живет. Есть номер, есть контакты сами, номер телефона, skype, sq, я не знаю, что там будет, но любые контакты и третья графа, вот здесь, да, третья графа, это, собственно, результат контакта. Вы ему позвонили, значит, он говорит, там, Вася, да, Вася, номер 1, Вася Пупкин, город, там, Алмата, например, 24 года, день рождения, там, 12 сентября. Значит, номер телефона такой-то. Значит, здесь пишите результат контакта. Звонил, 19 июля, вдохновленный вебинаром Алешкина, который посоветовал мне ему позвонить. Вася меня послал нахрен. Всё. Звонил 20 июня, июля, сказал ему, что, слушай, дружище, оставил дверь открытой, он сказал, слушай, спасибо, что ты меня не приглашаешь, и понял. Всё, дверь открыта, можно возвратиться. Вот, вот такие дела. Вот, поэтому, это, чтобы вы понимали, да, то есть, чтобы будет, ну, да, окей, я там, возможно, сфото, да, возможно, там, при личном контакте, да, то есть, если вам нужна будет техника, я вам покажу, как я их веду. А зачем вот эти вот кольца, да, для того, чтобы у вас, когда листочек износился, вы просто убрали, вы его, то есть, ну, заменили просто, да. Ребята, да прекращайте раздувать, чего на него, внимание на этого клоуна обращайте. Всё, забыли, работаем дальше. Поехали дальше. А четыре графы, я это уже сказал, теперь, кто в него входит? Важно. Первое, друзья-знакомые. Второе, соседи, там, какие-то дальние знакомые и так далее, то есть, нужно записать всех. Старые фото, берёте свой фотоальбом и начинаете с садика листать. Значит, помню, Вася были в садике, больше не контактили. Контактов нет, собственно, просто Вася там ходили вместе в садик. Всё, сейчас не знаю, где он. Но его важно записать. Почему? Потому что единственный критерий списка – это я знаю, что этот человек есть, и он знает, что я есть. Возможно, мы даже друг друга не знаем, как зовут, и мы просто здороваемся, потому что соседи по лестничной клетке. Но их важно записать. Коллеги по работе. Важно. Параллельные ветки, с кем вы работаете в офисе, с кем вы видите на событиях. Обязательно ваших вышестоящих спонсоров или кураторов туда важно записать. Обратите внимание, вы кураторов туда и вышестоящих спонсоров, либо параллельные ветки вы сюда не пригласите. Но это важно записать. Пипец, когда я сменил свою первую компанию, мне это очень пригодилось. Очень. Люди, которые были в параллельных командах, автоматически стали моими кандидатами. Я не говорю, что нужно сейчас бежать, менять компанию. Ни в коем случае. Выбрали, добейтесь успеха. Только рационально, да, то есть это важно, без мозги еще включать. И тем не менее, важно записать на всякий случай. Не пригодится? Супер. Пригодится? Супер. Все, не вопрос. Исходящий поток. Нужно записать всех, с кем вы общаетесь. Ребят, теперь задача, да, то есть задача номер один, задание. Сделать плюс тысячу новых контактов. Ребят, в 22-22-летнем возрасте люди уже знают несколько тысяч человек. От санитаров, которые принимали рождение на свет вас. Мама, папа, дедушка, бабушка и так далее, и так далее, и так далее, да. И заканчивая теми людьми, вот, например, вы сейчас со мной заочно познакомились. Познакомились. И если вы мне позвоните, я вас, к примеру, не знаю, то есть я знаю, что вот вы, возможно, есть, да, но я не знаю вас. И вы меня тоже не знаете, вы просто видели там на вебинаре, да, вот какую-то информацию, все. Ой, что-то у нас здесь фунт какой-то. Ладно. Та-ра-та-та-та-та. Угу. Вот. И, возможно, ну, смотрите, возможно, будет так. Прикольно будет вообще, кстати. А, алло, Иван, привет, там, алло, Иван, там, здравствуйте, я Ивана могу услышать, вы мне звоните, например, кто-то из вас. Я говорю, да, это я с кем говорю. Знаете, меня зовут Рустам, мы с вами лично не знакомы, например, но я был на вашем вебинаре. Я говорю, о, клёво, то есть все, у меня фактор доверия уже есть. Он был на моем вебинаре. Знаете, я вам звоню с предложением. Я говорю, нет, Рустам, я не рассматриваю, почему? Он говорит, знаете, вы меня сами научили, короче, на первое, нет, не вестись, поэтому, ребят, как бы, Ваня, у тебя будет два варианта. Либо ты на луну нахрен улетаешь, либо ты мне 15 минут уделяешь, я делюсь своим предложением, и после этого, если ты мне нет, говоришь, мы просто дружим. Я с радостью пойду на контакт, с радостью. Понимаете, да, идею? Друзья мои, кто понял идею, да, то есть, что, зачем писать разные, то есть, контакты? Кто это понял? Кто это понял? Ну, я пока отдохну, спина затыкла. Уже работаем час. Прошли где-то по центов 40. Окей, супер. Аж дезвонка, блин, жесть, зачем я это сказал? Да, конечно, я вообще рад. Я сейчас не рассматриваю проекты, ну, то есть, не в поиске, но я всегда открыт к предложениям. Всегда. То есть, мне довольно, мне намного важнее сам личный контакт, да, то есть. Так, я думаю, что все понятно, да? Теперь я чищу сейчас, скажите, пожалуйста, кто теперь будет это выполнять? Кто сделает себе тысячу новых контактов, по крайней мере, приложит усилия? Поднимет старые фотографии. Всех параллельных ветков, сетевиков, друзей с контактами, ну, и так далее. То есть, важно создать именно тысячу. Я не знаю, почему, честно, не знаю, я не буду говорить, почему. Вот, но тысяча контактов, почему-то вот эти штуки работают на больших цифрах. Не знаю, почему, но это работает. Это для вас будет огромный, огромный просто исходящий поток. Все, благодарю вас, друзья мои. Я вас услышал. Все, супер. Окей. Все, 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 услышал. Значит, смотрим дальше, поехали дальше. Значит, именно с него мы начинаем исходящий поток. Мы запускаем энергию в космос, да, то есть наша задача найти кандидатов. Для этого нужно отдать. Я инвестировал свое время, пишу список имен. Дальше. А при невыполнении данного пункта все остальные не работают. Это просто себе зарубить и на носу. Это первый и базисный момент, который мы будем прокачивать. Работа по списку, оповещение. Вот сейчас нужно записать тех людей, которые вам сказали нет. И начать с того, что вот вы уже прозвонили их все это. Вот. И, возможно, вы, ну, скажем так, ну, получили отказы, да, первые свои. То есть энергию отказа. Окей. Вы им звоните сейчас и нужно оставить, ну, то есть вот это оповещение на перспективу. В скрипте вы найдете тексты приглашений. Как это сделать? Нет, но я не рекомендую использовать их слепо. Просто создайте что-то свое, да, то есть, как сказать, родите это приглашение. Ну и тренировка в звонках и личных встречах. Обязательно. Это очень важно. Это очень важно. Поехали дальше. И, как бы, третий момент, зачем служить списком, он перетекает в пункт номер два. Теперь первое, это список, да, то есть задача тысяча контактов. Первую тысячу мы с вами родили, но там, наверное, процентов 60-70, это не будет целевой рынок. Это не будет целевой рынок. То есть, но мы уже контакты создали. То есть сейчас задача создать количество. Поехали. Бездонный рынок рекомендаций. То есть вы звоните людям, предлагаете бизнес, встречаетесь. Те люди, которые вам говорят нет, вы оставляете дверь открытой. То есть, да, я тебе оповещу. И, возможно, следующий контакт у вас будет примерно такой. Дружище, слушай, мне нужна твоя помощь. Я знаю, что у тебя есть в окружении просто адекватные ребята. Есть же такие просто, которые с головой дружат и понимают, что в современном мире, чтобы преуспеть, нужно делать бизнес. Ну, кто понимает это? Он говорит, ну, есть такие, да, ребята. Он говорит, слушай, напиши мне 5-10 телефонов, я сейчас к тебе заеду. Мне очень важно для бизнеса. Возможно, я их, ну, я хотел бы с ними пообщаться, минимум познакомиться, получить обратную связь. Я им предложу бизнес и получить обратную связь. Я таким образом учусь. Заметьте, я не буду их вовлекать. То есть я не говорю, что я их буду подписывать. Я говорю, слушай, я с ними пообщаюсь, покажу модель бизнеса и получу обратную связь. Мне важно. Особенно, если они мне скажут нет, да, то есть это будет, ну, прям классно, потому что я получу обратную связь. Поэтому рынок рекомендаций, на нем научиться нужно работать очень красиво и легко, как я вам сейчас озвучил. Я этот текст буквально родил за секунду. Почему? Потому что я делал много исходящего потока в плане рекомендаций. Очень много. Брать простых и адекватных. Не говорите, слушай, у тебя есть люди, которые хотят, не знаю, заработать миллион долларов. Или, слушай, у тебя есть знакомые там сетевики с большими командами. Нет, слушай, просто есть ребята простые и адекватные, которые с головой дружат и сейчас по этой жизни как-то там скоро двигаются в целях заработать на машинку, на квартирку, возможно, там, ну, как-то вот такие. Есть ребята, которые цель-то имеют в этой жизни? Есть. То есть, ребят, сначала вам будут говорить, нет, не дам, ваша задача сделать так, прям с помощью тренировки, да, скрипты по рекомендации тоже будут в файле. Ну, и вам, как бы, должна, понятно, быть сама идея, да, что очень важно начать создавать исходящий поток, и у вас может быть три касания уже с человеком, да, то есть вашего списка. Первое, предлагаем бизнес, второе, оставляем дверь открытой, третье, мы берем рекомендации у него. Нужно работать на нем очень легко и красиво, ненавязчиво, брать простых и адекватных людей. И настойчивость здесь важна, именно настойчивость. Та человек говорит, слушай, нет, нет, нету времени, там все дела, окей, слушай, давай, знаешь, как сделаем, давай я к тебе заеду, удели мне, пожалуйста, 10 минут твоего внимания. Возьми с собой мобильный телефон. Все, окей, я еду к тебе. Нужно быть настойчивым, нужно начать делать, не бойтесь инвестировать в это время, ваша задача научиться это делать. Приезжайте, говоришь, слушай, ну да, дай мне, пожалуйста, сейчас рекомендацию, у тебя сейчас с собой мобильник, вот все дела, давай вот, ну, скажи, кто из них адекватный. Настойчиво прям, адекватно, но настойчиво. Если человек говорит, в упор нет, окей, я тебя слушаю, слушай, ну окей, я тебя слушаю, а скажи мне, пожалуйста, у тебя есть знакомые люди, которые так же, как и я, бешеные, занимаются сетевым маркетингом, такие же сектанты, как и я, есть знакомые? Он говорит, ну как бы да, вон там тетя Люся, короче, Ари Флейман, там Эйвеном, Банчи, да, есть. Слушай, а дай мне, пожалуйста, контакты. Контакты сетевиков дают с три величайшим удовольствия, потому что они всех уже достали. Вот, и здесь тоже очень важна тренировка. По второму пункту вопрос ясен, то есть я сейчас просто такой постулатик вам озвучил, да, во втором пункте. Скажите мне, пожалуйста, напишите обратную связь, сейчас удаляю чат весь. Напишите, пожалуйста, обратную связь. То есть понятная идея, да, то, что со списка имен мы можем взять из вытекающей второй рынок. Потому что люди знают людей, которые знают людей, которые знают людей, которые знают людей, которые знают людей. Открываю чат, прошу вашей обратной связи, насколько вам понятна и ясна идея. обратите внимание буквально вот тренироваться один месяц по работы по теплому рынку то есть постоянные составления постоянное составление списка имен я вспоминаю кто мне еще и знакомые знаете сначала будет попадаться я извиняюсь всякая всякая шелуха вот честно сначала будет попадаться всякая шелуха а потом потом так я просто чат сразу читаем чтобы понимать что у людей творится в голове вот а можно на холодном рынке пищу я бы евгений сейчас я прозвучу по холодном рынке я еще раз повторю будьте внимательны и перед тем как задать себе вопрос вернее написать его в чат на задать его в голове я же говорил что все компоненты по созданию большой базы контактов работают только в синергии синергии то есть 1 2 3 использовать надо я не знаю почему это так работает но это блин работает можете начинать холодного рынка можете ломать дрова можете как я первые три года мечтать от 1000 долларов ежемесячно но делать по-своему потому что я блин умный бедный но умный был сейчас не такой сейчас когда мне я понимаю что человек рядом со мной компетентен все я затыкаюсь короче делаю чего говорит все мне нехрен обсуждать мне нужно скопировать просто моделировать успешного человека все поэтому ребят ну как как хотите евгений можете не вопрос но я за результат не ручаюсь то есть вот это вот понятно теперь смотрите мы совмещаем первый и второй рынок мы ведь как это работает связь списка имен и рынка рекомендации вот это себе пожалуйста прям померьте когда вы звоните то есть смотрите сначала вы будете звонить и вам будут люди говорить нет по то вы будете звонить вам люди будут говорить да я приду на встречу вы уже научились следующий этап да я приду на встречу ну они не приходят следующий момент они приходят они говорят да я приду навстречу они приходят навстречу но не подписываются не покупают продукт четвертый момент они приходят они говорят да я приду они приходят навстречу им интересно они говорят да продукту либо компании но не подписываются пятый момент пятый пункт они говорят да они приходят им интересен бизнес они подписываются и не работают Их семь моментов всего. Шестой момент, они говорят да, приходят, подписываются, покупают продукт, начинают работать, приносить результаты себе, вы получаете процент с их товарооборота. И седьмой пункт, очень важный, вы уже не приглашаете людей, вы с ними не встречаетесь, а они все равно приходят, покупают продукт, подписываются в бизнес и делают команды. Вот семь этапов роста сетевика. Как вам идейка, ребят, вот эти семь пунктов? Напишите, пожалуйста, обратную связь. Как вам такая идея? Я уверен, что вам это никто не говорил вообще. Ну хорошо, что мозг сцепел, я надеюсь мы... Все, окей, закрываю. Ну в скриптах я все не выражу, здесь будет запись вебинара, вы себе потом можете сделать конспекты по этому всему. По записи вебинара делайте конспекты. Смотрите, значит список, связь списка имен и рынка рекомендаций. Вот здесь важно, звонок, встреча, подпис, либо подписался, либо дал рекомендации, либо в хорошем смысле сдох нахрен. То есть все. Я, знаете, даже когда звоню, иногда я говорю, слушай, дружище, у тебя два варианта, либо нафиг на Марс улететь, либо со мной сейчас сконтактировать, да, и как-то довести туда логического умозаключения. Вот будьте настойчивы, терпеливы и дружелюбны. Это дает свои плоды. Понятно, да, идея? Так, минуту, организационный момент. Та-ра-та-та, опачки. Па-бам. Все, организационный момент выполнен. А, сейчас, секунду. Та-ра-та-та, та-ра-та-та. Окей, все. Все, поехали дальше. Я надеюсь, вы в это время передохнули чуть-чуть. Поехали дальше. В этом моменте, да, я надеюсь, все понятно. Будьте настойчивы, терпеливы и дружелюбны. Смотрите, обратите внимание, у нас прошла первая часть вебинара, я вам показал технологию создания именно на том, что вы имеете. Вам не нужно делать холодные контакты, ничего, вам нужно просто учиться вот на этом. Пока не нужно. Знаете, честно, я могу сказать, я проработал список имен практически полностью, то есть на оповещение. Все люди, с кем я знаком, мама там, да, то есть ее подружки, сестра мамы, да, то есть в списке моих знакомых, да, люди, с кем я учился и так далее, 80% из них как минимум знают, что я занимаюсь сетевым маркетингом на очень, ну, как бы на высоком уровне и достаточно успешно. То есть они это знают. Но когда я начинал, вряд ли они в меня верили. Но они знают, и стоит мне возвратиться к ним, если у меня будет такая потребность, либо я увижу каких-то адекватных людей в своем окружении, просто давно с ними уже не общался, несколько лет, да, то есть с тем окружением, с кем я, ну, скажем так, родился и вырос, учился и служил вместе, да, то есть так уж получилось. Вот, но тем не менее я точно знаю, что для них в этом бизнесе я уже буду авторитетным, 100%. Поэтому если у меня будет такая потребность, я спокойно могу к ним обратиться, они неспокойно дадут рекомендации. Начиналось все с того, что я, блин, вообще не знал, что нафиг, я думал, нафиг мне этот список имен, зачем он нужен, зачем эти рекомендации, все дела. Когда вы научитесь на этом работать в рынке профессионально, ребят, это нужно всего один месяц усилий. Ребят, это один месяц усилий, то и на всю жизнь. Это очень круто, очень. Поехали дальше. Технология работы по рекомендации. Смотрите, ребят, очень важный момент, теперь еще раз совмещаем эти списки. Смотрите, принцип, хочешь попробовать этот бизнес без инвестиций своего времени, денег и усилий. Смотрите, мы смоделируем ситуацию, вы сидите на встрече, вы предлагаете бизнес, человек говорит, что вам это не, ему это не, интересно. Вы говорите, дружище, смотри, а дай мне, пожалуйста, рекомендацию. Говорит, не, не, не дам, чего ты будешь звонить, мне потом будут говорить, что-то нам номер дал, скажи, окей, хорошо. Смотри, тебе сама идея заработать денег близка, тебе нужны сейчас финансы на какие-то свои потребности, только по чесноку. Скажи мне, да или нет. И, как правило, адекватный человек говорит, ну, конечно, нужны. Хорошо, ты этот бизнес попробовать хочешь без инвестиций своего времени и своих усилий и денег? Он говорит, ну да, почему нет? Ну, если это как бы сначала, то есть это нужно прям продавить, то есть чтобы он ответил да. Хочешь попробовать этот бизнес, я подчеркиваю, без инвестиций, без своего времени, без денег и без усилий? Он говорит, да. Хорошо, делаем так, ты мне сейчас даешь 50 номеров телефонов адекватных людей, я знаю, как к ним подойти, как с ним сделать коннект с этими людьми. Ты мне даешь 50, я прорабатываю этот список, беру у них рекомендации, то есть рекомендации, рекомендации и так далее. И если из них кто-то мне говорит, да, а это точно будет, я тебя оповещаю, ты встаешь вперед, а этого человека ставлю я под тебя и работаю с ним. Только учти, дружище, для него ты в плане бизнеса не будешь авторитетным. Да, ты будешь получать комиссионные, но работать я буду с ним. Как тебе такая идея? И, как правило, у вас найдутся люди, которые будут так говорить. Я не как правило, а точно знаю, что найдутся такие люди. Говорит, окей, давай прямо сейчас, у тебя мобильник же с собой, с собой, давай 50 номеров, давай в твой контакт зайдем, давай-давай-давай, давай сделаем. Просто поэкспериментируем, хуже же не будет, правильно, тебя же никто не убьет, ничего, ну правильно, да, ну все, окей, ты денег точно хочешь? Точно хочу. Все, давай сделаем. Как вам такая идея, друзья мои, уважаемые посетители наши? Идея ясна, сама, понятно, воткнула? Все, отлично, обратную связь получил. Все, благодарю, друзья мои. Так, едем дальше, наверное, да? Так, правил, едем дальше. Ну тогда, ну, упирается, скажи, ну, окей, раз ты так, ну, упирается, ну, скажи, ну, окей, просто здесь нужно, опять же, проявить тактику открытой двери. Скажи, ну, окей, ты сейчас с плеча не руби, я, может быть, там, как-то неправильно тебя не донес, давай ты просто с этой информацией переспишь, мы с тобой там со временем как-нибудь свяжемся, и я тебе еще раз предложу, возможно, там для тебя она будет актуальной. Но ты не бойся, я адекватный человек, я не буду там тебе звонить в день ночи, просить, просто моя задача предложить, твоя задача там, просто проанализировать это. Если тебе деньги интересны, в принципе, мы можем так поработать. Если ты не хочешь, ну, просто знаешь, что я всегда тебе рад, и ты можешь либо со мной активно посотрудничать, либо дать рекомендации и тоже с этим заработать денежку, да, просто как человек, который явился источником информации, да, то есть для меня, то есть, а я это уже проработаю, информацию приручу в деньги. Все, пока, все счастливо, просто все встали, попрощались, адекватность проявите свою и немножко настойчивость. Надеюсь, Александр, я ответил на ваш вопрос. Поехали дальше. Третье, рекомендации вашей дохлой сети. Ребят, это еще один способ найти около 500-1000 контактов. Это подходит только тем, у кого есть уже там 100-150 людей в вашей сети. Значит, заходите в свой бы кофе. Смотрите, ребят, если вы новичок, да, сейчас, и у вас нет пока, ну, я так грубо, да, возможно, выражаюсь, но чтобы вы поняли, дохлая сеть, это не умершая в буквальном смысле, да, а это люди, которые пришли в этот бизнес, их что-то зажгло, но потом что-то, короче, потушило. Знаете, есть такие люди, я их называю спички. Знаете, есть такие охотничьи спички, зажигаешь, они прям ярко так, спички, вот одна-две минуты потухли, все. Знаете, есть такие люди, они приходят в офис, выходят на середину офиса, да, да я порву этот бизнес, достают шашку, короче, на голову, громко пукают и уходят, и потом трубку не берут, потому что стыдно. То есть есть такие, ребят, смотрите, нужно позвонить ему в другого номера, то есть как, не то чтобы оживлять их, и идея в чем. То есть смотрите, первое, нужно выписать этих людей. Если у вас пока таких людей нет, но со временем они появятся однозначно, потому что есть люди, которые приходят в наш бизнес с точки зрения партнеров по бизнесу, а потом переходят либо в разряд клиентов, либо, например, там, ну просто перестают пользоваться своим продуктом и с точки зрения денег перестают зарабатывать. Ну такое бывает, всякое, у нас есть текучка кадров, это нужно понимать объективно. Если ваши спонсоры говорят, у вас все получится сразу же, и люди не будут приходить и уходить, это неправда, будет всегда отток. Будет всегда отток. Поэтому, ребят, со временем у вас это появится. Смотрите, первое, что нужно сделать, зайти в свой личный кабинет. Не знаю, как у вас, вот наша компания очень грамотно проработана, я вижу любого человека, любые контакты, скайп, номер телефона, с какой он страны, короче, все-все-все вижу, потому что у нас компания в режиме социальной сети функционирует. То есть я все контакты вижу, его фотографии, все что угодно. Я его могу найти, вызвонить, тут же ему нажать кнопку социальной сети, я могу тут же ему позвонить, короче, там, в приложение. То есть это все сделано для социальных коммуникаций в проекте, в котором я сотрудничаю. В вашем проекте, я не знаю, как это оформлено, но нужно найти способ выписать этих людей. Выписать имя, фамилию, номер телефона. А как приглашать? Ну, здесь очень просто, здесь идея такая, слушай, дружище, я помню, что тебя зажег этот бизнес, иначе бы ты не подписался. Это так? Ну да, было дело. А, то есть смотри, мне неинтересно, что у тебя там произошло, я понимаю, что это какие-то причины, они, наверное, даже и личные. Ну, да, обычно люди об этом не говорят. А, нет времени, ты знаешь, что-то там другие задачи, на самом деле он просто боится не преуспеть это все. Он боится людям заявить, что я здесь, а потом сказать, няню к няню к няню к нему кивы. Ему скажут, ну мы же тебе говорили, что это лохотрана пирамида, куда ты полез, иди лучше работай за 10 тысяч рублей в месяц, и будь счастлив, как все. Будь свободным, повторяй за мной, да, все. Ну, он просто этого боится. Идея в чем? Смотрите, ребят. Поехали дальше, устал. Поехали дальше, смотрите, идея в чем? Вы просто ему звоните и говорите, слушай, дружище, давай мы с тобой встретимся, но не в контексте бизнеса, я тебе не буду предлагать в нем воскреснуть. Я понимаю, что что-то тебя там загрузило, короче, возможно, либо ты сам себе в голову насрал, либо тебе кто-то в голову насрал, либо ты посмотрел какую-то негативную информацию в интернете, я точно не знаю, что с тобой произошло, я уверен, что что-то одно из трех, но тем не менее, давай мы с тобой встретимся не в контексте бизнеса. Цель – выдернуть навстречу. Если он ни в какую, вы дергиваете на скайп. И здесь идея в чем? Ты хочешь этот бизнес, тебе аж зажгло что-то. Давай сделаем следующим образом. Ты мне даешь рекомендации, я их ставлю под тебя. Работать я умею. Даже если вы считаете, что не умеете работать, на самом деле сам факт вашего присутствия говорит о том, что вы скоро научитесь работать. Сто процентов. Я верю вас, на самом деле. Вот, поэтому проговариваете с ним такой спич и берете у него рекомендации. И ставите по-честному под него. То есть скрипт, ну вот все скрипты, то есть в приложении к этому вебинару, ну не все, ну то есть вам должна быть понятная идея. То есть вы звоните и говорите ему что-то такое, чтобы он пришел на встречу. Только не обманывайте ни в коем случае. Люди чувствуют фальшь, это пипец как важно. Никогда не обманывайте. Особенно, когда речь идет о бизнесе и деньгах. Возвратиться так, что мало не покажется. Смотрите, идея дальше в чем? А вы приглашаете этого человека и берете у него контакты и просто вот пополняете базу. Знаете, вам достаточно пригласить 10-20 своих партнеров, чтобы получить от 500 до 100 новых рекомендаций. И это еще минимум 100 рекомендаций. Обратите внимание, мы с вами уже сделали 2500 рекомендаций получается, да? Или там 2000 рекомендаций. Вернее не рекомендации, а в принципе контактов. Ребят, по третьему пункту я не буду, то есть я буду краток здесь, потому что перекликается с пунктом номер 2, рекомендации. Только уже от тех людей, кто... А вам нужно понимать ментально, что этот человек чем-то зажегся. И, кстати, вот этой темой вы его можете воскресить. Потом ему звонишь, скажешь, слушай, помнишь, ты мне рекомендации давал? Слушай, 5 человек подписалось, ты в офис-то зайди, денежку забери свою. И таким образом вы можете его воскресить. И вы таким образом убиваете двух зайцев, да, в кавычках. Ребят, как вам идея и насколько вам она понятна? По пункту номер 3. Понятно, окей. И вот от полутора до двух с половиной тысяч человек вы уже получили. Кому понятно не на 100%, я уверен, что люди, которые говорят, что поняли все, на самом деле, ну, вопрос как бы это... Личный вопрос Илья, нельзя. Я думаю, все понятно. Когда вы пересмотрите вебинар, вам будет дальше понятно все, да. То есть вам просто нужно понять саму идею, концепцию, начать это применять. Скрипты и все это, конечно, будет, но вы это родите сами. Когда вы начнете просто делать, первый пункт прорабатывать, второй, затем третий, потом снова возвращаться к первому, второму, третьему, четвертому. И прорабатывать этот процесс требует минимум 90-дневной концентрации на исходящем потоке, на исходящем, то есть делать, 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 делать. И вы увидите, что через 90 дней вы получите до хрена новых контактов. Вы получите просто большое количество людей. И у вас уже будет право выбирать. Ты мне подходишь, ты пока подожди. Это вообще, это, вот это самый смак начинается. Ах, как я это люблю на самом деле. Поехали дальше. Пункт номер 4, наверное, ваш любимый. Сетевики. Как вам пунктик, ребят? Хотите научиться работать с сетевиками? Сетевиками других компаний? Да, да, да. Смотрите. Саня рад. Я не знаю, что там с Саня, но он всегда рад и говорит, а он всегда за, короче. Да не переманить, ребят. Не надо никого переподписывать. Смотрите, ребят, с сетевиками других компаний. Кстати, вы между собой там тоже познакомьтесь, да, то есть, контакты. Думаю, что, ну, в чате просто посмотрите, там, может быть, имена, фамилии повыписывайте. Ну, важно контактить между собой. Я не буду никого из вас рекрутировать, это точно. Если вам нужно, вы сами меня найдете и пообщаетесь, да, то есть, если вы в поиске. Но кого-то там целенаправленно искать я не собираюсь. И, тем не менее, на сетевиках можно построить большие базы. Смотрите. Первое, выписать, нужно, задача номер один, выписать тысячу контактов дистрибьюторов сетевых компаний. Окей? Где их взять, наверное, не должно у вас быть вопроса, это и социальные сети, и объявления. Вот люди, смотрите, люди, сетевики, которые пишут объявления, либо, не дай бог, их вообще на столбы вешают. Ребят, когда я вижу такое объявление, у меня вообще подмывает позвонить, потому что я понимаю, что он вообще ни хрена не умеет работать. Вообще ни хрена. Но у меня есть, что ему предложить. Пускай даже ему компания будет моя посредственная, но я предложу ему с точки зрения обучения. Если я вам покажу, как надо работать на самом деле, он мне будет как минимум признателен. И я немножко облагорожаю рынок сетевого маркетинга, или он вообще ко мне подпишется и могу работать вместе. То есть где братья, не думая, что есть вопрос, включите просто фантазию, включите мозги. Контактов сетевиков найти несложно. Это люди, которые не шифруются вообще, они наоборот контактами там визитки постоянно раздают сетевиков, можно увидеть. Просто тренируйтесь, их видеть. Задача номер два. Не подписать, а вывести на живое общение. На живое общение. Это важно. На живое общение. Нужно узнать, кто он, что он, чем он занимается. Потому что смотрите, ребят, у нас вообще такой... В компании есть случаи, есть президенты компании. Один из наших президентов компании более 15, ну то есть не помню сколько, то ли 14, то ли 13, то ли 15 лет занимался сетью в качестве дистрибьютора. Достиг там одной из позиций мирового рейтинга самых богатых дистрибьюторов планеты и сейчас открыл свою компанию, да, то есть вот в которой я сейчас сотрудничаю. Так вот первая линия компании, под которой сейчас 80% лидеров, 80% лидеров, он ее вел, внимание, почти три года. Если мне память не изменяет, то есть мы очень долго, да, то есть я по цифрам как бы не знаю, да, ну по-моему около трех лет. Он покупал у ней продукт, когда он приезжал в город, он там созванился, Наташа, привет, давай просто чаю попьем, да там все дела. То есть он ее вел три года, она была в компании NL, да, потом в компании TalkFusion, Наташа Сорокина, может быть, кто-то из вас знает, да. Ну то есть он вел ее три года. И потом, когда она подписала, сегодня 80% сети компании подписано под ней. Я думаю, что три года усилий, ну как бы это было грамотно. Поэтому выведите на живое общение, наладьте контакт. Если, например, вот я являюсь как бы не партнером, а клиентом компании, одной из там, ну косметической компании и компании Herbalife, да, то есть там это продукты питания. Я там не подписан, да, то есть я беру просто продукт со скидкой. Темыч тоже берет там, ребята от нашей сети тоже покупают свои продукты, ну потому что как бы дает и энергию хорошо, и там, и самочувствие, ну то есть хороший продукт, действительно качественный. Вот. И, знаете, я просто наладил контакт там с человеком, мы с ним общаемся, я его не зову к себе, она меня не зовет к себе. То есть она уже там 17 лет в бизнесе, блин, а в Herbalife его очень хорошо выглядит, сидела там, кушает их добавки. И тем не менее контакт налажен, да, то есть я покупаю у нее продукт. Если вы видите, что нормальный продукт, ну блин, просто купите его себе. Как правило, там, ну не знаю, там вот, к примеру, компания Enel, да, то есть тоже потрясающий с точки зрения продукта, у них есть батончики за 60 рублей. Ну придите, ну купите себе батончик, клевая штука, энергетически полезное питание, почему нет, там 60 или 70 стоит. Значит, что касаемо сетевиков, что нужно сделать? Выписать контакты, вывести на живое общение. И очень важно наладить такой контакт, коннект, записать его в свой список имен. Внимание, как только человек из разряда холодников по списку, вернее по списку сетевиков, вы с ним начинаете общаться, все автоматически он переходит к вам в список имен. А что делать со списком имен, я уже показывал в первом графе. Значит, что здесь важно? Первое, тактика многоходолочки. То есть, возможно, вы будете его окучивать долго. Если вы видите, смотрите, за ресурсных людей нужно бороться. Если вы видите, что человек успешный, и тем более успешнее вас, у вас должно быть прям зубы, чтобы его подписать. Обхаживайте его, только не льстите, да, то есть, ну, как бы не надо маски одевать. Можно звонить, знаете, а мне сказали, что вы человек номер один в компании, там, Табуретка Интернешнл, вот это так. Да, так, классно, я вас хочу подписать, мы можем с вами встретиться? Я лично, честно, на такое приглашение 100% среагирую. Да, потому что человек открытый, короче, вообще не парится. Ну, вообще непосредственная личность. Мне будет минимум интересно посмотреть ему в глаза, кто это такой вообще. Он замахнулся так. И вот это интересно, этот момент. Но это нужно делать с позитивом, с драйвом, да, с такой улыбочкой, да. То есть, максимальная открытость должна быть. И обмен полезностями. Например, когда вы с ним контактите, ну, дайте ему, например, вот этот вебинар. Дайте ему этот вебинар. Скажите, знаете, вообще удивительный факт, именно благодаря вот этому вебинару, я вам сейчас скину, кстати, ссылочку, вот у меня на стене, да, я вам скидываю сейчас ссылку. Посмотрите обязательно, там вообще просто, благодаря этому вебинару мы с вами познакомились, представляете. Как так? Да вы посмотрите, там, пункт номер 4, там, сейчас на первом, там, на втором части обучения, просто посреди. Да и, кстати, очень полезная тема, там, для всех сетевиков, надеюсь, посмотрите вообще тему просто. И все, коннект есть уже, ребят. Помните, что 20% сетевиков готовы рассматривать сегодня новые предложения. 20%! Они сейчас в поиске. Почему? Их не устраивает, возможно, продукт. Их не устраивает динамика. Их не устраивает отношения со своим спонсором вышестоящим. Их не устраивает компания, потому что она, возможно, ну, там, к примеру, она уже состоявшаяся, а состояться в состоявшейся компании практически нереально. Если реально, то очень сложно. Почему? Потому что невозможно вырасти быстрее компании. Невозможно. То есть нужно расти на волне. Вернее, возможно, но смысл туда инвестировать несколько десятков лет. Но это мое личное мнение. Я сейчас ни в коем случае не хочу кого-то здесь обидеть. То есть это просто, чтобы вы понимали, что думают сетевики. 20% сетевиков сейчас в поиске находятся. Ребят, вот в скрипте, сейчас скажу вам, в скрипте, который будет приложен к нашему вебинару, более половины, по-моему, скрипта посвящено сетевикам. Так, как приглашать, то есть что говорить, да, то есть если он сказал нет, то есть как работать с сетевиками, как вам вообще идея? В скрипте вы более детально можете ознакомиться со всем. Но сетевиков изначально не нужно, как бы, ну, сильно, то есть прям вовлекать, да, потому что они сами приглашают людей, они хитренькие. Но в скриптах я прям... Ну, Лесь, я буду только рад, приглашайте, что. Пытка не пытка. Ну, конечно, если выполнять. Ну, конечно. Окей, все, я услышал. Значит, поехали дальше. Что касаемо сетевиков. Смотрите, важно понимать, что их что-то может не устраивать в компании. Это что-то они никогда не скажут, да, то есть либо их нужно, как бы, вывести на такой откровенный разговор. И, безусловно, это большой объем работы. Но когда вы научитесь работать с сетевиками, и прикол, знаете, даже самый, когда вы научите, когда вы начнете работать с сетевиками, возможно, у вас не будет получаться. Возможно. Когда вы начнете выполнять все рекомендации, то настанет такой момент, когда вы перерастете вот этих лидеров, которых вы пытались рекрутировать. И, благодаря тому, что вы с ними наладили контакт, благодаря тому, что вы делали многоходовки, благодаря тому, что вы использовали скрипты, которые будут в этом приложении, приложении под вебинаром, да, под записью этого вебинара. Вот. Благодаря тому вы уже найдете с ними контакт и просто будете общаться, то есть на уровне, помнишь, мы с тобой встречались, да, там все дела, смотри, у меня сейчас такие результаты, ты знаешь, когда ты мне тогда сказал нет, меня это пипец как разозлило. И я себе поставил цель тебя перерасти, извини, конечно, но вот, как бы, я тебе просто по-честному говорю, и вот тебе, кстати, такой хороший презент, да, то есть, большое тебе спасибо, ты меня возбудил к этой жизни. Благодаря этому смотри у меня, короче, вот это, вот это, вот это, вот это. Я сейчас ни в коем случае не понтуюсь, не качусь, просто, ну, пойми меня правильно, да, то есть, я просто выражаю тебе респект, смотри, что ты своим нет сделал. Красавчик, большое тебе спасибо. Пойдем, кстати, там, ну, может быть, вечером там поужинаем вместе, ну, просто так пообщаемся, расскажешь, поделишься. То есть, смотрю, что-то это, ну, как-то ты вроде на одном месте, что ли, ну, по-честному, как у тебя там дела? Ну, ну, да, вот что-то вот так. Ну, окей, давай просто поужинаем, мне будет приятно с тобой пообщаться, тебя очень уважаю за то, что ты однажды сделал, просто одним своим словом, ты даже не представляешь, какую пользу ты мне принес. То есть, любому сетевику, ребят, адекватному, это будет интересно, любому, это очень круто. Поехали дальше. Что вы можете предложить сетевикам, которые вам сказали нет? Пятое, это бартер между сетевиками. Бартер – это обмен, обмен контактами, вот это вообще жесть сейчас начнется, смотрите, ребят. Задача найти плюс тысяча новых контактов между сетевиками. Смотрите, когда вы с ними общаетесь, говорите, слушай, у тебя есть, ну, как бы ты сейчас работаешь на привлечение людей? Вам нужны рабочие лошадки, да, то есть люди, которые работают. Он говорит, да, работаю. Слушай, а есть люди, которые тебе сказали нет, хотя бы человек пять? Говорит, ну да, есть. А есть ребята сетевики, которых ты знаешь, других компаний ты приглашал, они тебе тоже нет, сказали, либо просто твои знакомые. Ну да, есть, давай сделаем так, я тебе дам своих, которые нет, сказали, а ты мне дашь своих. Я тебе дам своих 5-6 контактов сетевиков, а ты мне своих. Таким образом, 15-20 контактов у нас появятся, просто полезность. Поэкспериментируйте это. Это вообще прикольно. И смотрите, если он говорит, не дам, потому что мной будут недовольны, значит, он вообще некомпетентен и не авторитетен в своем окружении. Это раз. И дайте ему распечатанный скрипт. Скажи, смотри, дружище, вот, вот так ты можешь работать, вот так ты можешь отвечать, если тобой будут недовольны. Он будет в шоке от вашей подготовки. Скрипты в приложении. Если вы не найдете этого скрипта, кстати, не помню, писал я или нет, я сейчас проговорю примерную идею. Смотри, вы даете, например, рекомендации сетевикам. По ним звонят, и вам звонит там Вася какой-то, да, и говорит, слушай, дружище, я тебе нет сказал? Сказал. Слушай, ты мне какому-то придурку там дал мой номер телефона, ля-ля-ля-ля. Вась, Вась, подожди, успокойся, пожалуйста. Ваше, первое, спасибо за обратную связь с тебе, я понял. А во-вторых, смотри, тот мужчина, да, то есть, например, там, Сергей Петрович, он попросил у меня очень корректно и мягко тех людей, которые, на мой взгляд, очень адекватные. То есть, он не просил тех людей, кому я предлагал или не предлагал, да, он просил просто в моем контакте адекватных людей. Адекватных, так как я тебе желаю добра, я просто дал твой номер телефона, это же тебя ни к чему не обязывает. Ты ответил, ты, возможно, сказал нет или да, мне не важно, мы просто обменялись с ним контактами. Просто обрати внимание, что у тебя сейчас было большое количество людей в сеть приглашают, потому что это самый прогрессирующий вид бизнеса на планете. Так что, ну, от тебя же не убыло, дружище, ну, что ты, блин, это? Я со всей душой к тебе, а ты, блин, так наезжаешь. Ну, вот, когда вы так уже просто, знаете, вот смотрите, упражнение, когда, вот представьте себя вот с такими ладошками, и напротив вас человек так же стоит с этими ладошками. И вы начинаете друг на друга давить, 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 происходит эскалация агрессии. Вы давите, он давит. А теперь представьте момент, вы давите, он давит, и вы перестаете давить и опускаете руки. Просто резко, бац, и опустили. То есть, ну, как бы, чтобы он не упал, конечно, просто потихонечку, бац, и отпустили. Что он сделает? Он так будет стоять, думаете? Нет, он просто сам руки отпустит. Вы прекратили агрессию, давление? Вась, дружище, ну, блин, ну, что ты, я со всей душой, ты, блин, так... Я просто поделился номером телефона, ты же нет сказал, ты ему что сказал? Ну, мне неинтересно. Ну, все, ну, неинтересно, ну, забудь. Меня просто попросил адекватных человек, и я ему дал адекватных человек. Что ты, блин, ну, как это, как нелюди мы с тобой. Я на твоей стороне, дружище, правда. Возможно, даже немножко, единственное, может быть, мой косяк в том, что я немножко перегибаю, я хочу больше за тебя, чем ты за себя. Ну, прости, больше такого не повторить. Я тебя просто изредка обещал буду держать в курсе. Все, вы просто ручки сложили и говорите с ним искренне, по душам, по-человечески. Вот и все. Вы сетевику дайте этот скрипт, распишите его, дайте его. Слушай, вот так, если будут отвечать, на тебе, я прям подготовился, это за то, что ты мне доверился, дал контакты. Таким образом, с одного контакта с сетевиков вы можете выгребать по 15-20 новых рекомендаций. Половина из них это те люди, которые ему сказали нет. Возможно, они вам скажут да, потому что вы переделываете приглашение. Это будет очень интересно, очень весело, ребят. Как вам идея, как сделать еще плюс-минимум тысячу контактов за три месяца, когда вы встречаетесь с сетевиками? Я надеюсь, что какой-то инсайт посетил вас, да, то, что вот так можно делать Барта. Это прикольно, ребят. Надеюсь, что вы будете пользоваться. Окей, все, отлично. Поехали дальше. Поехали дальше. Вот это тоже используйте. Я уверен, что в таком, как бы, контексте вам материал никто еще не преподносил, потому что это я, честно вам могу сказать, это просто на основе практического опыта. То есть все, что я здесь делал, я применял. Вернее, все, что я говорю, я здесь применял. Поэтому, поехали дальше. А, вот еще момент, ребята. Будьте готовы сами поделиться контактами. Хочешь получить что-то, сначала отдай. Это важно. Будьте готовы поделиться с вами контактами. Своими, да. И будьте настойчивы. Научитесь общаться. И с помощью, смотрите, с помощью всех этих инструментов вы получаете очень важный момент. Вы учитесь общаться. Вы общаетесь с разным контингентом людей одновременно. Это важно. Вы общаетесь и с сетевиками, и с бизнесменами, и со своим списком умен, и с рекомендацией от сетевиков, и от рекомендаций от сетевиков, которые вам сказали нет, и рекомендаций от сетевиков от сетевиков. Ну и так далее, и так далее. Вы общаетесь с разным контингентом. И таким образом вы наговариваете свою, образно говоря, говорилку. И настанет такой день, когда вы выйдете на улицу и с удовольствием, и вообще с интересом просто осознаете, что вы общаетесь лучше всех вместе взятых, которые попадаются вам люди навстречу. У вас никогда не будет проблем, например, мальчики познакомиться с девочкой, а девочка заговорить с мужчиной. У вас никогда не будет проблем там в решении каких-то спорных вопросов, например, на дороге водитель, договориться с гаишниками. У вас никогда не будет проблем в принципе в тех моментах, где нужно общаться. Поэтому я считаю, что сетевой маркетинг вот с точки зрения вот такого профессионального подхода выполняет очень важную роль в этой жизни. Очень важную. Он учит нас социальным коммуникациям, грамотным социальным коммуникациям. Без масок, без притворства, а просто благодаря своему гибкому мозгу и умению общаться. Это как мышцы вы тренируете. Как мышцы. Больше качаешься, больше ходишь в спортзал, пьешь правильные коктейли, ты растешь физически. Точно так же ты разговариваешь, ты делаешь обратную связь, тебе говорят нет, ты спрашиваешь почему, ты собираешь фбэк и так далее, ты растешь. И вот это, друзья мои, на самом деле уникальная вещь. Поехали дальше. Холодный рынок. Ну вот это уже, скажем так, такой рыночек, на который сразу же все идут, но я не рекомендую делать шестой пункт, если вы не сделали пятый. Холодный рынок, смотрите. Значит, холодный рынок, и это на самом деле очень легко. В социальной сети, в скайпах это даже на самом деле банально. То есть я его использовал постольку, поскольку, честно могу сказать, я его использовал, я получал с холодного рынка рекомендации даже, я получал с холодного рынка себе партнеров, но как правило они не были основными партнерами, просто через них кто-то приходил. То есть друзья, друзья, друзья и так далее. То есть я больше как-то по рекомендациям привык работать, то есть по списку, по рекомендациям и по сетевикам. Но, тем не менее, я обязан это озвучить и определить такие фишки, которые в моем случае были действенными. Смотрите, первое, нужно определить свою целевую аудиторию, не нужно писать, кому попало. Если вы определите свою целевую аудиторию в холодный рынок, например, напишите «бизнес, сетевой маркетинг» ВКонтакте, вам выпадет до хера ссылок, то это, ребята, уже это не холодный рынок, это сетевики. То есть уже это как работать как с сетевиками. Важный момент, значит, определить свою целевую аудиторию. Возможно, это люди, которые интересуются, например, саморазвитием, либо бизнесом. То есть люди, которые, знаете, я извиняюсь, я сейчас буду говорить прямо, 80% людей на планете – это быдло, просто тупорылое. Я уж извиняюсь, я сейчас это говорю не с агрессией, мне по барабану, это их жизни, это их выборы, это их право. Это люди, которые бухают, это люди, которые срут в чатах, наподобие, тут нескольких гоблинов. Это люди, которым от жизни ничего не надо. То есть такие, ну, ребят, воскрешать их – это очень сложно. Работайте с теми людьми, кому от жизни надо. И это ваша целевая аудитория. Моя целевая аудитория определена следующим образом. Ребята, молодые, от 22 до 35-38 лет, борзые, которые хотят от этой жизни все, да, то есть такие. Они обязательно с опытом. Единственное, что у них должны гореть глаза. Когда мы с ними говорим, слушай, дружище, ты что такой возбужденный, ты знаешь, я пришел со своей четвертой работы, заработал там 10 тысяч, там 15 тысяч, блин, жене такой подарок сделал. Все, я понимаю, что это моя целевая аудитория, он готов ради собственного блага и успеха что-то делать. И вот это моя целевая аудитория, мне не принципиально, есть у него опыт или нет. Вообще не принципиально. Я его научу. Без проблем. Не я научу, я подключу к кураторам. Я не смогу, скину этот вебинар, что-то еще, да, сделаю, там, какой-то вебинар и так далее. То есть, ну, важно, да, то есть добавление по интересам, это что касаемо социальной сети. А что касаемо коннектов, да, разных, вы можете познакомиться с продавщицей в магазине. Потом позвонить, сказать, ну, то есть как-то контактом как-то обменяться, вот это уже ваша прерогатива. Я однажды работал следующим образом. Я подходил, брал где-то 20-30 контактов в день, номера телефонов просто собирал на улице. Ну, здравствуйте, меня там зовут Иван, да, то есть у меня спич был подготовлен. Знаете, я с другого города здесь в этом бизнесе, ну, как бы занимаюсь бизнесом, и так как у меня контактов в этом городе нет, я вот, как бы, бизнес с кандидатом общую таким образом. Смотрите, давайте я вам сейчас обменяемся с телефоном, я даю свою визитку, он дает там свою, да, то есть дает, не дает, мне было пофиг. Вот, ну, и как бы я там позвоню и более подробно озвучу. Когда я звоню, я уже там, ну, то есть уже общаюсь по делу, да, то есть вы там среагировали, а, то есть, ну, и так далее, да, сейчас спич выдумывать не буду. Ну, важно это все продумать, прям головой, это нужно, смотрите, вот здесь я прям рекомендаций практических не дам, потому что это нужно родить, это нужно родить. Единственный момент, нужно определить CA, то есть, например, если вы подходите на улицу, да, работаете, либо делаете там, а вот, кстати, у меня есть там несколько скриптов, как делать в интернете контакты через скайп, по-моему, да, то есть скрипты я прописывал. Вот, а нужно сделать сначала коннект, добавление по интересам, и, ребят, вот здесь очень важно, будут всякие гоблины, будут отказы, будут насмешки, не обращайте внимания. Наша задача – это исходящий поток. Попробуйте создать где-то плюс 500 контактов. Помните, что социальная сеть ВКонтакте, да, она блокирует, когда вы много добавляетесь и подряд, да, то есть, когда вы копируете сообщение и рассылаете в виде спама, не делайте эти ошибки. Холодники – это мощная тренировка прежде всего. Есть пару скриптов в приложении, да, то есть, ну, важно работать все-таки, определите более-менее свою целевую аудиторию, не нужно подряд всем бомбить, да, это уже, знаете, когда всем подряд рассылают одно и то же сообщение, это спам называется. Не нужно в нашем бизнесе спамить, да, с точки зрения кандидатов. Вот, поэтому холодники, на мой взгляд, это мощная тренировка, мощная тренировка. И холодники, в основном, я бы на вашем месте делал бы, приглашал на систему работы вашей команде или вашей компании. В нашей компании, к примеру, там, два раза в день проводятся вебинары, обучающие мероприятия, да, то есть, общесетевые вебинары, да, то есть, мы источниками Вилли с Артемом и Юрзинем, да, с моим партнером и другом. Вот, то есть, вот, например, вы сейчас присутствует, там вот обозначили компании, в которых вы присутствуете. Там не только наша компания, там, F5, Avon, Reflame, там, кто-то Гербалайф писал, не знаю, правда или нет. Но, тем не менее, это многие компании, которых я даже не знаю, и, тем не менее, да, разные ребята, то есть, мы это делаем. Поэтому лучше приглашать на общесетевые мероприятия, да, то есть, на, возможно, презентацию вашей компании. То есть, на что-то, где вы не один работаете, где есть ваши единомышленники, там проще работать с холодниками. Потому что холодники, это сам по себе такой агрессивный рынок, и прикольно было бы из холодников делать теплые контакты. На холодниках очень важный момент – создавать большой исходящий поток. И я бы на вашем месте их бы тоже использовал, прям по пропорции. Я работаю в день и по списку, и по сетевикам, там, ну, прям распланировал день. У меня однажды был такой момент, что я встречаюсь ежедневно с одним сетевиком. Все остальное время я работаю на целевую аудиторию, да, то есть, я подписываю людей целенаправленно, но один раз в день, одну встречу в день, полчаса, на основном за обедом я встречаюсь с сетевиком. С любым сетевиком, я приглашаю его на встречу, я встречаюсь, пью кофе, знакомый, занесу список имена. Я смотрю, что он, в принципе, адекватный, я могу его подписать, я делаю парочку к нему касаний, да, то есть, там, проговаривая, что там, есть ли моменты, которые в твоем бизнесе не устраивают, или что тебя устраивает, да, то есть, а что бы ты хотел лучше, да, то есть, ну, такие моменты. Со временем говорилка, ну, наработается, здесь без проблем. Холодники – это мощнейшая тренировка, ребят. А вот еще один подошел блок к концу, мне важно сейчас получить от вас обратную связь. Скрипты, есть несколько скриптов для начала приложения. Напишите, пожалуйста, обратную связь. Картинка сейчас более-менее складывается, да, что первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Это нужно, да, это нужно не то, чтобы пробовать, это нужно делать. Да, более-менее. Когда вы пересмотрите этот вебинар еще раз, да, пересмотрите обязательно. Все, отлично, поехали. Поехали дальше. Более-менее, то есть, окей, поехали дальше. Холодный рынок, я думаю, мы озвучили. Смотрите, еще одна технология работы по холодному рынку. Но здесь она уже формируется более-менее в долгосрочной перспективе. Она называется создание личного бренда. Что такое личный бренд? Вот смотрите, я не считаю себя каким-то, знаете, там супер-пупер-бэтменом в интернете, да. Ведь тем не менее, меня уже многие знают. Но это началось не сразу. Не сразу у меня там по 300-500 посещений страниц, да, там до 1000 доходило. Не сразу у меня там по 150 лайков на записи, там 46-48 репостов, да. Сейчас вот там 80 человек, ну, если я попросил, да 80 человек добавилось мне сегодня. Еще человек 15 просто так сами добавляются в ВКонтакте. Смотрите, я вам рекомендую какую штуку. Я использую именно ВКонтакте. У меня нет личного блога, было раньше, но не было. Ну, как бы сейчас нет. Я потому что понимаю, что социальная сеть сегодня за социальными сетями будущее. Поэтому я использую в том числе ВКонтакте как личный бренд. Стена – это мой личный блог. Да, то есть я там делюсь своим уникальным контентом. Вот, к примеру, сейчас я тоже работаю на свой личный бренд. Вот в данный момент я работаю на свой личный бренд. Но это не значит, что я буду звать вас всех к бизнесу. Нет, не буду. Потому что огромное количество людей, да и тупо на это не требует. Не буду звать. Но я работаю на свой личный бренд. Я отдаю, я делюсь контентом. Возможно, если вам этот вебинар понравится, вы напишите туда отзыв, кто-то зайдет, скажет, о, понравился вебинар, посмотрю еще, да. То есть я работаю вот так. Таким образом, я выигрываю тем, что создаю личный бренд. Вы выигрываете тем, что получаете уникальный, переработанный на опыте контент. Как создавать в свой бизнес большой-большой поток. Это идея. Следующий момент. То есть используйте соцсети. Естественно, это должна быть нормальная, красивая бизнес-аватарка. Естественно, должны быть фотографии. Выкладывайте, работайте через Инстаграм. Как это сделать, все есть в этом. Вконтакте, там, отзывы. Очень много разных там обучалок, да, в интернете, как использовать Инстаграм, все дела для своего бизнеса. Используйте хэштеги, да. Кто это не знает, обязательно найдите в интернете, что это такое. Используйте ссылки на свои ресурсы. Создайте свою группу. Да, то есть начните там какие-то блоги вести. Вот для примера рекомендую посмотреть на страничку Артема Юрзина, либо там мою страничку, да. То есть мы используем технологии личного бренда. К нам приходят уже наличность. То есть идея в том, что личный бренд, вот, вы можете делать, приглашать сами, да. А можно не приглашать, помните, я говорю, седьмой этап. И вот он, кстати, здесь под цифрой 7 тоже. Когда люди идут к вам сами. И вам поможет технология личного бренда. Он создается со временем. Если вы сейчас ее будете начинать делать, то не ждите завтра или там через неделю результатов. У нас, ребята, есть вот с Артемом Юрзиным, которые, знаете, что говорят? Мы за вами следили полгода. И сейчас мы готовы с вами работать. Мы следили, отслеживали, читали ваши комментарии, смотрели на результаты. Все дела, все дела. Читали ваши стены, то есть. Поэтому, ребята, используйте соцсети. Приведите свою социальную сеть в порядок. Должна быть нормальная аватарка. Должно быть имя, фамилия. Должно быть с какого города. Номер телефона, то есть для обратной связи. Контакты должны быть. Сетевик – это публичный человек. Это и АТАС, с одной стороны, да, потому что много было всякого, которая завидует просто. Просто завидует. Показаться боится и завидует. Ну и может нагадить как-нибудь, да. То есть как-то там написать что-нибудь в контакте, да, там, или стену там загадить. Ну, бывает всякое, да. То есть люди, люди желчи просто вылить не могут. Их там начальник дрючит, да. Их там жена или муж, короче, дрючит, да. То есть у них в доме непорядок, а они сами маленькие, тщедушные люди. Они желчи не могут так вылить, они в интернете выливают. Делают фейковые аккаунты и выливают. То есть это слабые психические, моральные люди. Поэтому будьте готовы, если вы публичный человек, есть обратная сторона бренда. Ребят, я сейчас говорю вам практический опыт. Да, поэтому, возможно, кого-то что-то кольнуло, возможно, кто-то считает, что это лишняя информация. Просто воспримите все как целую картинку. Моя задача, чтобы мы с вами поработали. Вот. Обязательно делайте видеоконтент. К примеру, когда я вебинар выложу, это плюс еще один видеоконтент в мою копилку. Качественные посты. Начните делиться своими мыслями. К примеру, вот я говорил, да, то есть после этого вебинара обязательно сделайте репост на свою страницу. Смотрите, я бы на вашем месте как сделал. Я бы сделал репост на свою страницу, но перед репостом там есть комментировать. Я бы написал свой уникальный отзыв на своей странице. Да, безусловно, там вебинар Ивана Алешкина на моей странице. Но я пишу свой уникальный контент. Я пишу на этом вебинаре, я получил вот это, вот это, вот это, я рекомендую это. То есть вы уже как эксперт выступаете, который дает рекомендацию. А хотя, возможно, вы новичок, только вчера пришли в бизнес, но вас вот это воткнуло, вы уже можете поделиться с людьми, с вашим уникальным контентом. Начните с репостов и добавлений мыслей. Почаще фотографируйте вашу жизнь. Выкладывайте фото, это обязательно. И со временем ваша личная страница будет, знаете, таким магнитом для людей. И помните, ваш, помните такой момент, ваш профессионализм в вопросах данного вебинара волнует огромное количество людей, 99% сетевиков. Реально 99 из 100 сетевиков, людей, которые занимаются сетевым маркетингом, их волнует момент привлечения людей. И если вы станете с помощью своего личного бренда, начнете с репостов и так далее, постепенно будете создавать свой уникальный контент, профессиональные видео, возможно, вас даже на телевидение пригласят, да, то есть пригласят, пригласят. И, ну, как бы, неважно, да, что будет, возможно, у вас будет там своя страничка на Ютубе, очень сильно посещаемая, да, Ютуб, Инстаграм и ВКонтакте используют 100%, однозначно. Вот тогда, вот тогда, да, то есть люди будут вам приходить сами. Они посмотрят, например, ваш какой-нибудь вебинар. Или они посмотрят то, что вот вы, например, скопировали вот этот вебинар, да, то есть себя на стену разместили, и человек же не на меня будет реагировать, а то, что у вас там написано. Знаете, с помощью этого вебинара я получил вот это, вот это, осознание, такие-то, да. Очень рекомендую для изучения. И человек уже думает, блин, ну классно, он к вам обратится. Вот это самый прикол. Вот, поэтому создание личного бренда важно. Более подробно о технологии создания личного бренда, ну, лучше следить. Я не буду вам давать никаких конкретных уникальных, ну, как бы, таких фишек, да. Вот то, что я написал, что нужно использовать в соцсети, видеоконтент обязательно, да, качественные посты, только уникальность. Не нужно, знаете, там, у кого-то скопировал с этого, или там, знаете, какой-нибудь, с группы какой-нибудь скопировал какой-нибудь пост, написал, что, типа, я это написал и закинул себе на стену. Так не надо делать. Пишите свои мысли. И начните с репостов, добавляйте свои мысли. Я говорил вот об этом уже. Поэтому создание личного бренда, друзья мои, это очень-очень важно. Итак, как вам идея, да, сама? Вот сейчас я обозначил вам 7 моментов. С помощью этих моментов я говорю результаты, которые мы сделали с Артемом. Я открыл чат, ребят, теперь нужна немножко обратная связь. Сейчас более-менее картинка сложилась. То есть, что нужно делать? Окей, супер, супер, супер. Более-менее картинка сложилась. Окей. Да, это море работы. Окей, окей, отлично. Значит, смотрите, да, главное применить, ребят, если вы это не будете применять, вы думаете, будет результаты, что ли? Теперь, так, что у нас, следующий слайд? А, вот, смотрите, теперь подытожим, да, чуть-чуть. Что у нас есть? У вас появилась сейчас потенциальная база в 5000 человек. То есть, по крайней мере, я вам постарался вас подвести к тому, чтобы вы увидели, как это создать, прям несколько фишечек, да. У вас появился, очень прикольно, что практически уникальный опыт, вернее, скоро появится, да, которым, причем, а, да нет, он у вас уже появился, вы прослушали этот вебинар, у вас пошли какие-то осознания фишки, и вы уже это можете применить с помощью репоста данного вебинара с моей стены и с подведением итогов. Вот мне комментарий, да, на стену обязательно напишите, и себе обязательно напишите. Возможно, там это будет разниться, да, и вы этим уже можете поделиться, это уже ваш уникальный опыт, потому что то, что у вас сейчас в голове сварилось, у каждого это разное. И вы можете уже создавать личный бренд. И, ребят, как только вы все это проработаете, у вас появилась качественная широкая первая линия. То есть, вы уже пригласили людей, и более того, вы знаете, чему их учить. Вот это есть база сетевого маркетинга. Вот и все. И здесь не нужно ничего выдумывать, просто берешь и используешь. Вот и все, друзья мои. Вот и весь итог. Поэтому, ребят, что нужно сделать прямо сейчас, да, еще разочек. Я сейчас еще раз скопирую ссылку для тех людей, кто не успел, либо опоздал на вебинар, да. Надеюсь, ее видно. Напишите, пожалуйста, видно ли ссылку. Нет, не видно. Так, сейчас, минутку. Минутку, 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 минутку. Так. Поехали. Еще раз скину ссылку. Еще раз скину ссылку. Ребят, обязательно сейчас что нужно сделать? Добавить меня в друзья, потому что, возможно, на основе вашей обратной связи, когда я соберу обратную связь, да, я, возможно, пойму, над чем нам предстоит дальше работать, и мы соберем еще один вебинар и проработаем то, что будет на вашей обратной связи. Вот, надеюсь, ссылку видно. Дождаться вебинара на моей стене в записи, обязательно сделать репост и написать развернутый отзыв. Причем, важно, смотрите, вы пишите у меня где-нибудь там на стене, да, развернутый отзыв, то есть вот то-то, то-то, то есть на вебинаре такие-такие-то моменты. И когда вы себе делаете репост, пишите свой комментарий. Нет, нет ссылки. Так, сейчас видно? Ну, блин, почему-то кому-то видно, кому-то нет, я не знаю. В чате, в чате. Вот, мой тезка. Сделал. Все, вот ее видно, пожалуйста, добавляйтесь в друзья, обязательно. Дождаться записи. Кто не сможет добавиться, Иван Алешкин, город Екатеринбург. Вот. Да, да, заблокировал, Тём, я тоже заблокировал, да. На себя тоже, дружище, ссылку скинь, пожалуйста, Артем, Артем Герзин, на себя ссылку скинь, потому что мы вообще, мы с Артемом две вообще противоположности. Он работает по-своему, и работаю по-своему, и у нас получается одинаково хорошо. То есть обязательно к Тёме тоже добавьтесь. Вот, кстати, я чуть забыл сказать, блин. Это вообще, это он работает совершенно с другой позиции. То есть он, ну, как бы больше такой на менталике прорабатывает. Сейчас я Артема скину вам ссылочку. Да, вот, Артем Герзин, да. Обязательно тоже добавьте с него в друзья, то есть он работает практически с другой позиции, и я у него учусь, он у меня. Это важно тоже понимать, да, бизнес, бизнес команды тоже нужно создавать. А, поехали дальше. Дождаться вебинаров записи, сделать репост, написать развернутый в отзыв, изучить вебинар и скрипт, там будет скрипт, важно. И очень важный момент, в течение 48 часов, внимание, возможно, у вас завтра не будет выходного, но в течение 48 часов важно, чтобы вы, внимание, применили хотя бы часть этих знаний на практике. Это очень важно, прям фундаментально важно. Поэтому, ребят, теперь ваши вопросы. Я открываю чат, пишите ваши вопросы, и я буду временно закрывать чат, как только написать несколько вопросов, отвечу и снова буду открывать. Теперь мы работаем по вашим вопросам. Так, пишите, пишите, друзья мои. Я на те вопросы, которые сочту компетентным, да, себя, я обязательно отвечу. Книги. Хорошо, так, 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 сейчас. Как в окно вы видите? Ну, как, берешь да выходишь. Нет второй ссылки. Дружище, Артем Васильевич, скиньте, пожалуйста, ссылку. Да, вот, Иван, слушай, спасибо, прям, надо узнать, кто это такой. Прям помогает. Окей, значит, я читаю. Как бороться с комплексами? Ребят, только техникой и тренировкой. Знаете, я когда начинал, ну вот, я был таким парнем, который, ну, то есть я так получил, что закончил школу там в ряде практически отличников, да, то есть там в тройке, по-моему, лидеров или лучших, я уже не помню, это там диплом хороший, или как это, аттестат. И знаете, я пытался притвориться больным, чтобы мама пошла и за меня этот аттестат получила. Почему? Потому что мне нужно было работать, выходить на сцену, я этого боялся, как пуш на лист. Вообще просто я там, ну, слава богу, что меня мама выпроводила, есть снимки, где я там выхожу на сцену, я белый весь вообще просто. Для меня это было просто проще застрелиться. И вы знаете, ну, как-то начал работать на сцене, написал, подготовился, вышел с дрожащими коленками, говорил ерунду, но я себе закрепил в сознании, что я это сделал. Как бороться с комплексами? Если вы чего-то боитесь, начинайте это делать. Будет очень некомфортно, но это есть фаза роста. Так, 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 Ваня, порекомендую книги. Пам-пам-пам. Очень рекомендую книги, первое, Трансерфинг реальности. Второе, книга Дума и богатей. Ребят, если вы это слушали, еще раз более осознанно на основе этого вебинара, прям вообще. Так, ну что еще могу порекомендовать? Что мне понравилось? Вот я сейчас прям смотрю на полке у себя. Дар Мидаса, Дар Мидаса, Мидас, Дар Мидаса, Роберт Киасаки, по-моему, написал. А, Дональд Трамп и Роберт Киасаки, да. Несправедливое преимущество, несправедливое преимущество от Роберта Киасаки. Очень интересная книга. Самый богатый человек в Вавилоне. Очень мне понравилось. Почему вы глупы, больны и бедны? Рэнди Гейдж. А, пам-пам-пам-пам. А, Код Дурова, про Павла Дурова, который основал ВКонтакте. Код Дурова. А, пам-пам-пам-пам. Что мне еще понравилось? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, это по Форексу. Это по Форексу. Ну, в принципе, вот такие книги, которые я вот прям на старте могу порекомендовать. Можете какие-нибудь книги там по этому, не знаю. А, вот, вот, книга обалденная. Никогда не ешьте в одиночку. Прям запишу, никогда не ешьте в одиночку. Не помню автора. Ну, как бы отсюда не вижу. Но это уже бренд, а не книга. Вот, поэтому обязательно почитайте. Несправедливо преимущество. Никогда не ешьте в одиночку. Код Дурова, Дар Мидаса. Самый богатый человек в Вавилоне. Обязательно, обязательно, обязательно посмотрите, послушайте транссерфинг реальности. И обязательно, и обязательно Думай богатей. Вот такая книжка, я ее перечитываю уже, наверное, в сотый раз. Он, блин, до сих пор на сайте просто. Так, так, так. Что говорят, что знакомый не будет заниматься? Кажется, рекомендации. Ну, будьте настойчивы, Павел. Здесь нужно, правда, не в идеале, конечно, послушать, что вы говорите. Но будьте настойчивы просто. Будьте настойчивы. Скажите, ну, я обычно так, то видите, я уже, я говорю честно. Дружище, можно я с тобой буду говорить откровенно? Он говорит, ну да, можно. Скажи мне, пожалуйста, ты бог? Он говорит, в смысле? Он говорит, нет, ты бог, божество? Он говорит, нет. Он говорит, а какого хрена ты за других людей решаешь? У них что, своей, как бы, это, своей идеи нет, что ли? Почему ты за них решил? Это нужно говорить мягко, корректно, но спросить, ну, слушай, ну, ты что, бог, что ли, реально, что ты за них решаешь-то? Я тебе говорю, смотри, ты можешь с этим заработать без усилий, без ничего. Ты мне так, контакт, да, я их под тебя если ставлю. И то, в том случае, если они согласятся. Если не согласятся, в этом случае я там проработаю так мягко, корректно, что они не будут к тебе с претензиями. А если будут с претензиями, то с помощью моей работы ты увидишь тех людей, кто неадекватный. Вот и все. Людей великое множество, ребят. Так, не могу заставить себя делать многие вещи просто так отсидкость. Меня никто не звал, я сама захотел в сеттинбокс лесе. Ну, напишите мне об этом вконтакте, мы поговорим. Так, как в окно выйти? Ты берешь, выходишь. На этот вопрос я ответил. Дальше ссылки. Окей, открываю чат. Еще вопросы, друзья мои. Как выйти? Я же говорю, нужно заниматься тем, чего больше всего боишься. Нужно заниматься тем, чего больше всего боишься. Боишься делать холодные контакты? Иди и сделай. Пофиг придут, не придут. Пофиг дадут, не дадут. Просто сделай. Как пожелает твой заднеприводный друг? Он полноприводный. Так, стоп. Стоп, стоп. Сейчас читаю, читаю. Как будет, как убрать? Как создать команду? Я только что вам прояснил, как создать команду. Только что вам объяснил, как создать команду. То есть нужно начинать с мощного исходящего потока просто. С очень мощного, друзья мои. Прямо настолько мощного, что вы... Тём, давай я сам буду блокировать. Что делать, если все боятся? Что есть? Если все боятся... Выходите на принципиально другой уровень с помощью тех рекомендаций, которые я вам дал. То есть такое бывает, что когда вы работаете, у вас идет все нет, 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 нет. Но поймите правильно, что... Да, мальчики на тренинг Спарта, сходите на Спарту, вам там что-то пояснят, да, что делать, когда вы считаете, что не получается. Боюсь выглядеть дураком. Ну, блин, ну, бойтесь. Для меня успех дороже, мне плевать, как я выгляжу. Вот реально пофиг. Как я выгляжу в глазах окружающих. Мнение обо мне – это самый дешевый товар в этом мире. Он вообще ничего не стоит. Это вообще, блин, мне по барабану, что думают обо мне другие. Прям по барабану. Люди, которые для меня авторитетные, я прислушиваюсь и беру у них рекомендации, что мне нужно делать. О, хороший вопрос, Алёна Никитина. А как брать контакты у знакомых, если с ними сто лет не виделся, да, или их сто лет не видел? Ребят, очень... Вообще, сейчас методику дам шикардос вообще, просто шикардос. Смотрите, одевайте все самое лучшее, что у вас есть. Ну, как бы не все сразу, да, и девочки, оденьте красивое платье. Не нужно, конечно, там есть все сисянды большие, там с большим вырезом, да, то есть, ну, не нужно такого, эротики не нужно. Я прикалываюсь уже, да, я просто уже очень устал, я не думаю, что это будет в записи, хотя, может быть, и будет. Посмотрим. А, смотрите, одевайте хорошо, маникюрчик, педикюрчик, короче, макияж легенький, да, причесочка, мальчики, хорошая одежда, если есть брендовая одежда, одевайте бренды, да, если нет, одевайте костюм, да, то есть, хорошенький. То есть, нужно выглядеть, ну, если вы приходите, не знаю, там, в какое-то место в костюме, где все в шортах и в сланцах, это не будет выглядеть хорошо. И звоните, то есть, одевайтесь, да, то есть, сначала приглашаете его навстречу в какой-нибудь кафе с кофе попить, и одевайтесь хорошо, выспитесь, восходите на тренировку перед этим, это работа, но это работает. Смотрите, то есть, нужно прям таким, знаете, прям зайти туда, и чтобы вами наполнилась комната. Это уже более ментальная работа, хорошо выглядеть, с красивыми глазами, там, да, с горящими такими, там, опрятными, хорошо пахнущими, выспавшимися, знаете, такие, с улыбочкой. Приходишь в обнимке, дружище, там все дела, давно не видел, ну, как ты, расскажи. Он на тебя смотрит и со временем начнет задавать вопросы, блин, что в твоей жизни произошло? Ты офигенно выглядишь, что? То есть, когда он в открытую, вы его выведете на открытую позицию, да, ты выглядишь хорошо. Да я, блин, сейчас бизнес мечты нашел такой, честно, я боюсь тебя спугнуть, конечно, я хочу тебе рассказать, но, блин, как-то не знаю. Говорит, да рассказывай, ладно, что там, ну, смотри, короче, вот идея такая. Только это счастливый маркетинг. Да, я тоже так думал, что, блин, я думал, что это вообще все бред. Смотри, мне показали реальную тему, я вот сейчас офигею. Поэтому ты меня извини, я весь такой позитивный, короче, ну, блин, я офигею от того, чем я занимаюсь. И, а если говорить серьезно, прям так сразу серьезно, серьезно, оп, себе, одели. Если говорить серьезно, дружище, на самом деле, блин, на мой взгляд, у тебя может получиться. Поэтому смотри, давай мы как бы об этом говорить не будем, мне на самом деле было важнее тебя просто увидеть. Смотри, мы с тобой можем потом встретиться, об этом пообщаться, а сам-то как сейчас? И все, и другое русло. Я надеюсь, идея понятна. Как звонить и знакомиться по рекомендациям других сетевиков? В скрипте есть. То есть вы звоните, все равно, здравствуйте, мне вас порекомендовали. Мне порекомендовал такой-то, как такого-то человека, открытого, дружелюбного, там все дела. Я правильно попал? Правильно. Я вам на 2 минуты по делу, как раз с такими качествами мне люди нужны. Смотрите, я занимаюсь сейчас та-та-та-та-та, есть предложение такое-то, такое-то. У меня есть возможность с вами 2 момента. Мы можем с вами обсудить по скайпу на 15 минут, либо встретиться лично, но там уже займет 30 минут, как вам удобнее. Плюс-минус. Сначала приглашать Дмитрия. Вот важно, смотрите, прям постулат, еще одно правило. Дмитрий Молочков или Молочков, я извиняюсь, если неправильно назвал фамилию. Смотрите, важное правило. Я не сортирую людей на старте. То есть я не сортирую людей на моменте подписания. Вот даже я сейчас, я не сортирую людей. У меня нет к нему ярлыка, либо оценочного суждения. Я не сортирую людей, когда я подписываю его в бизнес. Я подписываю всех, кто подписывается, а работаю с теми, кто работает. Нет, запишите, это постулат. Не нужно сортировать людей на входе. Их нужно уже, они сами отсортируются в вашем бизнесе. Вы не бог, вы не можете, вы не вправе за людей решать. Это важно понимать. Окей, давайте еще одну порцию вопросов, и мы закругляемся с вами. Материал скачать можно? Конечно, он будет на моей страничке, без проблем. Принцип воронки. Ну, если я правильно понимаю, о чем вы говорите, то да. Стоп, стоп, замерли, 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 замерли. Значит, я написал список имен, первый, там все дела. Николай Скворцов, я отвечу на ваши вопросы обязательно. Смотрите, я написал список имен, первый, но звоню не всем, выбираю, или прям каждому. Смотрите, Варвара, звоните, обязательно, сейчас скажу, сформулирую. Я написал список имен. Смотрите, идея в чем, чтобы начать создавать исходящий поток. Лично для меня, так как я сейчас избавился практически, да, по крайней мере, я так считаю, от ярлыков, то есть для меня человек, ну, грубо говоря, все равны на старте, да. Потому что у меня, я понимаю, что даже если я сейчас думаю, что вот, вот, короче, ему звони, да ему нафиг не надо, возможно, я сделаю так, что я возьму рекомендации. А если он мне скажет нет, я заколю свой характер, заколю силу воли. Поэтому я бы звонил всем адекватным, до кого могу дозвониться. И создавал бы этап срочности. Дружище, я тебе звоню не просто так. Я, конечно, понимаю, что мне нужно спросить, как у тебя дела, все дела, но мне сейчас важнее. Можешь ты говорить сейчас на 2 минуты со мной или нет? Да, могу. Слушай, смотри, есть тема, тра-та-та, нужно встретиться. То есть я бы звонил бы всем, брал бы обратную связь, то есть 10 звонков сделал, посмотрел статистику, взял обратную связь, чуть-чуть изменил скрипт приглашения. Прям прописал его, не распечатал, а прописал на листочке А4, да? Прям прописал. Заучил, звоню снова, я бы работал на качество приглашения. Я бы сделал так, чтобы люди говорили «да» и приходили на встречу, как минимум, чтобы я мог тренироваться в исходящем потоке кандидатов, и чтобы я мог тренироваться, как говорить с людьми на встречах. Я бы использовал так. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Запись вебинара будет, конечно, будет, Татьяна, на моей страничке будет, на моей страничке Ивана Лешкина, Екатеринбург, вы можете найти меня в Скайпе, ой, в Скайпе говорю, в ВКонтакте, и, конечно, будет, Татьяна, без проблем. Леся сейчас перейдет. Кто сказал, что я буду Крис подписывать? Я работаю, вот, ребят, не переживайте, я работаю очень корректно. Вполне возможно, что Леся нашла это где-то в интернете. Вполне возможно, и кто-то дал ссылку. И первое, что я сделаю, я сведу ее с тем человеком, который ее пригласил, если есть такое. Я работаю на благо своей компании, и не работаю больше так в личных интересах. Сейчас, честно, у меня такая позиция, что я сам к себе не принадлежу. Я принадлежу идее компании. Это временно, и тем не менее я работаю так. Меня так научил мой куратор, и учит каждый день. Поэтому не переживайте, я никогда не делаю некорректные вещи. Делал раньше, получил таких людей, что мало не покажется. Раньше это было, ну, давно. Поэтому не переживайте, я делаю с ней контакт, чтобы потом сконнектить с человеком, который ее пригласил. Не переживайте, Крис. Хотя вопрос, идея правильная, да, то есть в вашем вот этом посыле содержится, на самом деле, вот с помощью этого посыла я, ну, озвучиваю, скажем так, корректность нашего бизнеса, это важно. Знаете, у меня недавно произошел такой случай, парень зашел на большой пакет, у нас пакет в нашей компании 1000 долларов, и через два месяца работы, под ним уже сеть более там 125 человек переливом, то есть от меня там прилетело, да, или там 150, короче, ну много. Несколько рабочих групп там интересных. Вот, и, знаете, он мне недавно написал, говорит, слушай, мы, так как он в другой стране работает, говорит, у нас тут сильная команда есть, я хотел бы к ним переподписаться. И вы знаете, я сейчас веду переговоры о том, чтобы его аккаунт продать, короче, ну и все. То есть, вернее, я ищу человека, кому я могу продать его аккаунт, то есть он договорился с компанией, чтобы переподписаться. Потому что ему комфортнее. Мне гораздо важнее его эмоциональное состояние. Я понимаю, что он там один, короче, там перед ним движуха, а его куратор работает сейчас в другом городе. Я понимаю, что тяжело. Я за то, чтобы людям, ну, надеюсь, идея понятна, да, то есть. Начните читать книги Михаил Липатов или Липатов. Прошу прощения, если неправильно называл фамилию. Начните читать книги стандартизации мышления. Что значит зарегистрировать под кого-то, кто дал рекомендацию через его боков с ним-то вопрос, не знаю. Что значит зарегистрировать? Так, подписал в Телексфри, он скончался. Что делать? Стыдно встречаться с такими. Ребята, лучше встретитесь. Да, вот что делать, если компания ушла на нет, бизнес закончен, да, а вы туда людей подписываете? Ну, во-первых, поймите правильно. Не нужно извиняться, это не ваша вина. Николай, это не ваша вина, вы не хозяин компании. Нужно просто изначально было делать корректное предложение. Я бы встретился и просто бы обозначил, ну, просто бы встретился. Слушай, давай встретимся. У меня есть тебе предложение, я к тебе перед тобой в моральном долгу. У меня есть... А, я уже не верю, дружище, да я сейчас не об этом. Давай с тобой увидимся, расскажи мне, как у тебя сейчас дела. Проявите человечность просто и все. Окей, друзья мои, на этом мы заканчиваем. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, начинайте сначала применять, потому что я смотрю, что, ну, как бы вопросы типовые. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Алешкин, команда Мир Спартанцев. Надеюсь, я был вам чем-то полезен, и я ставлю на остановку запись. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok